Здравствуйте! Это Сергей Ульянов и еженедельный обзор новостей шоу-бизнеса, музыки, кино и технологий. Сегодня я, как говорит моя сестра, растрепанный, вот мне так нравится. Неспростая сегодня кухня. Во-первых, мне надоело снимать все в одном месте. Во-вторых, такая история про кухонные сплетни и разговоры, поэтому, наверное, концептуально будет на кухне пообщаться тоже. Если кто помнит, это кухня, на которой я записываю свою рубрику «Живая среда». И эта стиральная машина вам знакома. Там стоит Чебурашка. Чебурашку я очень люблю, он с детства мой любимый персонаж. Я недавно был в Питере в гостях и там, в общем, купил такую предновогоднюю коллекцию, юбилейную союзмультфильма, которую выпустили. Стоил он там, по-моему, 250 рублей, в общем. А зато так приятно, так приятно. Ну, он сегодня у нас будет таким талисманом выпуска. Так, хотел, что перед тем, как начать рассказывать, про что у нас сегодня будет. Кстати, сделаю такой маленький обзор, чтобы была небольшая заманушечка, да, не отключаться. Значит, серьезные отношения возвращаются. Это про технологии, новости технологий. Блогеры клонируют своих собак. Фильм «Лето» выходит, инновационный, про такую футуристическую историю о том, как люди изобрели таблетку от того, чтобы не засыпать, и как меняется жизнь. В общем, что еще произошло интересного? Елизавета II запустила свою собственную линейку соусов. Это то, что тебе обязательно нужно знать. Келлен Харрис создал свою ферму на Ибице. А если о другом, то я сегодня расскажу о новых конкурсах для молодых музыкантов и телепроектах, которые запускаются, куда можно отправлять свои заявки. Так что слушайте, молодые музыканты, которые здесь сейчас со мной. Найдете очень много информации. Как минимум два конкурса классных. Артисты продолжают отменять туры. В том числе Адель отменила свой тур в Вегасе из-за ковида. Грэмми, кстати говоря, пройдет в Вегасе. Вот пока не отменился. Но перенесся. Иманбек получил награду от Spotify за миллиард прослушиваний ремикса на Роузес. Тату покоряет чарты мира снова в 2022 году с той же All the Tinch Set. Ну, я сошла с ума, да? По-американски. Океан Эльза выпустил новый сингл. Артика, Асти, Анна, Асти разъединились и разделили первенство на всех стримингах. На Евровидение еду с дуб-ши-с дуб в третий раз. Раз мы записали песню для Евровидения, а Дима Билан отдыхает на Мальдивах с другом. Вот, значит, на эту же тему клип Алены Швед запретили за пропаганду от наполных отношений. А я вот сейчас вот о нем расскажу и пропиарю его, и вы потом сходите и посмотрите его. Ха-ха-ха-ха. И вот назван убийцей Игоря Талькова. Представляете? В общем, об этом и о многом другом. Новостей за эту неделю, в общем, видно, что год раскачивается, год движется. Вперед. Я сейчас чуть-таки попробую, может быть, подсветить свое лицо. Я вот думаю, вот, может, не слишком ли темная картиночка. Давайте попробуем. Какой-то думал. Вроде получше, конечно, чем было, да? Или нет? Как вы считаете? В общем, замануху сделал, о чем разговаривать, о чем мы будем разговаривать, рассказал. Хотел бы сказать пару слов о том, что на этой неделе, в конце прошлой недели, благодаря какой-то своей высокой, в общем, сложному периоду в моей жизни, я записал несколько, сразу несколько, очень откровенных видосов о своей личной жизни, о том, что у меня происходит сейчас, признался вообще в каких-то невероятных вещах. И, честно скажу, я так этого боялся, так боялся рассказать о том, что у меня на самом деле на душе все пытался сделать из себя вот этот Always Smile Guy. Кстати говоря, у нас сегодня в концепции, в этой концепции ругающийся Дональд. Вот, обожаю, обожаю. Это, как это, в общем, это не худи, это кофта, короче, непонятно, как это называть. Обожаю ее. Хотел сказать о том, что я проснулся после всех этих видосов, я проснулся на следующий день с такой невероятной свободой, и на сегодняшний день думаю, господи, как же я жил вообще без этого всего. Вообще, ну, то есть, ровным счетом, после того, как я сделал эти невероятные признания, не произошло ничего, ничего не произошло. Я думал, что от меня там все, короче, пропадут, исчезнут. Я не знаю, в общем, так как особенно и пропадать, наверное, некому. В общем, все произошло. Кому-то, если интересно, выносишь про что я там рассказывал, смотрите видосики у меня предыдущие на канальчике. Значит, что? Как раз-таки на эту тему, да, на тему личной жизни, первая новость – это то, что серьезные отношения возвращаются. Если рассказать об этом подробнее, что произошло? Американские ученые провели исследование, в котором выяснили, что после пандемии, да, что, в принципе, было абсолютно ожидаемо, люди сделали, в общем, шаг новый все-таки к близости, потому что устали люди, устали от, ну, вот, от возможности друг друга обнять, от этой вот постоянной опаски за жизнь друг друга. Кстати говоря, наливайте себе чаечек, кофеечек, если хотите, будем в свободной атмосфере, я тоже буду пить чаечек, буду закапывать себе глазки на ночь. Об этом тоже на днях рассказывал. Буду заниматься, да, в спокойном режиме на кухне разговорами. Так вот, пришли к тренду, так что можете порадоваться, дорогие свободные, одинокие мы зрители, о том, что, кстати говоря, я же договорился, что буду на «ты», так что «ты мой одинокий» или «одинокая зрительница» или «зритель». В общем, радуйся, потому что тренды говорят о том, что люди в Тиндере начали заполнять больше информации о себе, и, в общем, процент тех людей, которые ставят галочку, что ищут серьезные отношения, хотя я не помню, там такой галочки конкретно в Тиндере, увеличился. Ну, честно скажу, в Минске ничего не изменилось, серьезных отношений не ищет никто, а если... Ну, это я еще делюсь своим опытом, и пока из всех тех анкет, которые я вижу, самый заполненный профайл только у меня. Ну, я, в принципе, всегда был в трендах до того, как они стали трендами, и поэтому скоро все, надеюсь, ко мне подтянутся, и получится построить и мне, раз уж тренд на серьезные отношения, которых я так давно ждал, может быть, и повезет. Значит, о чем... Что еще речь я хотел сказать? О том, что благодаря вот этому... тому, что технологии развиваются, появились новые приложения, которые говорят... Прошу прощения о том, что в настоящий момент многие из разработчиков приложений как раз-таки заинтересованы в том, чтобы человек не знакомился, а все время свайпал, свайпал, свайпал. Выбирал, выбирал, чтобы бесконечно происходил выбор. Я думаю, что многие с этим сталкивались, что вроде бы, типа, увидел анкету классную, да, вместо того, чтобы ты свайпнул вправо, вместо того, чтобы взять сразу человеку написать, ты продолжаешь за чем-то свайпать. Ну, вроде бы, казалось бы, ты же вот уже выбрал, да, и даже если, ну, типа, мэч произошел, но ты продолжаешь свайпать, свайпать, свайпать. Ну, это наш уже такой сформированный навык многими годами, и поэтому... Ну, что тут скажешь? Так вот, я к чему говорю, что начали появляться приложения, которые сейчас как раз-таки борются с этим, чтобы самим себя ограничивать вот в этом общении. Например, появилось приложение, которое называется Elate, Elate пишется как Е-русская, Л-А-Т-Е-русская. Скоро буду, да, типа, ваш уровень в владении английским S как доллар. Да, короче, вот, например, это приложение Elate ограничивает число вокруг анкет до 10 анкет в день, то есть, отчатиться можно, то есть, свайпать можно только 10 человек в день. И вот, хочешь ты, не хочешь, больше не с кем. А чатиться одновременно можно только с тремя. Вот. Есть еще приложение Once, которое зашло еще дальше, оно предлагает только одного человека в день. А приложение Thursday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, это четверг получается, на переводе как четверг. Вау, уровень английского, а что Сергей знает, что Thursday это четверг. Вот мы, да? Короче, оно работает вообще один день в неделю. Ну, скажу честно, что для Беларуси это не очень актуально. Ну, вот, в частности, для меня, у меня там этих матчей происходит... Ну, хорошо, если один в день он происходит, и в Тиндере есть такая особенность, ты пишешь привет. Ну, вот, вы сметчились, вот я уже, да, озвучил то, что я стал за собой замечать, что перестаю свайпать. То есть, если я уже... Мэтч произошел, я уже пишу сразу человеку. Привет, например. Ну, или что-то там другое пишу. Да, там. Дратуди, например, я пишу, или еще что-нибудь. Не буду рассказывать свои, как я там свои эти вот эти... Эти, как их зовут? Навыки обольщения не буду рассказывать, но в Тиндере тебе никто не отвечает. Я не знаю, это... Ну, то есть, либо отвечают через 3 месяца. Тоже привет тебе пишут. И потом ты думаешь, блядь, что мне делать? Мне сейчас писать привет или что мне делать? Я сейчас объясню, почему это происходит. Я не так давно читал интервью с человеком. Как раз я вот сейчас не нашел его перед... Потому что я не планировал об этом рассказывать, но так вот тема зашла. Нашел интервью с человеком, который рассказывал, почему Тиндер терпит неудачи на рынке из-за того, что... И происходит это... Почему люди перестают друг другу отвечать? Потому что ваша, например, пара произошла, то есть, ты свайпнул человека вправо в одно время, другой человек тебя свайпнул вправо в другое время, не прямо сейчас. И мэч у вас произошел вот right now. Но приложения сейчас таким образом устроены, что, ну вот как говорят исследования, что мы заходим в них, когда у нас есть какое-то сексуальное желание, грубо говоря, да, даже если это Тиндер, все равно человек туда под каким-то импульсом сексуальным туда заходит. Соответственно, если человек сделал мэч, и прямо сейчас ему не ответили, то у него пропадает интерес к человеку. И, соответственно, когда этот мэч происходит, вот, например, у нас произошел, я ответил привет, у человека сейчас там, он занят работой, ему сейчас не хочется ничего, там, у него другие интересы, и он, соответственно, понимает, что я тоже, он не знает, я онлайн или не онлайн, отвечу я ему прямо сейчас или не прямо сейчас. В общем, и из-за того, что, короче говоря, когда в следующий раз человек захочет, у него проснется сексуальный импульс, он напишет мне, а тут уже не факт, что я вовремя отвечу. И поэтому получается так, что в Тиндере вот это вот самое общение происходит очень медленно и непрактично. Ну, я не знаю, может быть, это только у меня, хотя я его спрашивал у знакомых, у друзей, по-моему, у всех так. Как-то Тиндер просто... Там есть люди, с которыми можно сметчиться, чтобы встретиться, или что-то большее, раз на миллион лет. Так, сейчас секундочку нужно ответить, прервусь. Так, что ж, я снова здесь с вами. Все-таки я так понимаю, что классно, когда у тебя длинные волосы. Рад, что я себя остановил в какой-то момент, когда у меня было желание прям все нафиг убрать, чтобы получилось как-то брутально. И, ну, типа, уж пора уж, уже возраст уже, какие уже длинные волосы. А сейчас понимаю, что могу быть и брутальным, лысым почти, и, в общем, каждый день что-то по-разному. Каждый раз вот пересматривал какие-то превьюхи свои на видосах, и понимаю, что каждый день разная прическа. Ну, тебе разве не классно? Я не сделал небольшую перестановочку, немножечко убрал там сряч за собой, и успел, кстати, поесть даже. А мы продолжаем обсуждать новости, дейтинг обсудили. От него же сразу перейдем к тому, что пошел тренд на это, я узнал, что это не фейк, относительно того, что некоторые, в общем, инстаграмеры, блогеры, чиктокеры клонируют своих домашних животных, которые, ну, вот, на которых у них завязаны аккаунты-миллионники, и, короче говоря, делает это компания, которая не так давно, оказывается, клонировала собак Барбары Стрейзен, и стоит это удовольствие от 35 до 55 тысяч долларов в зависимости от конкретного вида животных, и, насколько я понимаю, что нужно к этой процедуре готовиться заранее, потому что это достаточно длительный процесс, он может занять 4 года. Вообще, на самом деле, достаточно какой-то, на мой взгляд, спорная какая-то история, мы сейчас не будем тут обсуждать морально-этические, да, моменты, связанные с тем, что, ну, там, да, куча есть, там, бродячих собак, которые не забирают, а тут еще, мало того, что старые разнажаются, ну, в общем, мы же понимаем все, что это ждет в какой-то степени в будущем и людей, но самое странное, на мой взгляд, это в этой истории то, что собаки похожи на предыдущих, но черты характера у них другие, ну, то есть, они редко становятся такими же, как и были до них. Я, как раз, и закапываю все первые, вспомнил про медицину, закапываю себе первый вид капелек в глазки. Казалось бы, как это может быть, если это кло, значит, и характер должен быть такой же. Получается, что можно взять просто похожую собаку и воспитать ее с нуля, и вот тебе будет какая-то непонятная для меня история, но вообще сам путь разработки клонирования собак у него весьма такая необычная хронологическая история, связана она с тем, что тот человек, который этим занимается, у него вообще была на самом деле не очень хорошая репутация, он когда-то уже заявил, что ему удался опыт, по-моему, склонированием свиней, что ли, нет, со склонированием собак, да, но когда начали проводиться всякие там экспертизы и так далее, выяснилось, и я как будто плачу. Начали выясняться какие-то проводиться экспертизы, оказалось, что он обманывал и он попал на какие-то ужасные штрафы, потому что мы вроде как выделили деньги на это, но избежать суда и уголовной ответственности ему удалось, и он не забил все равно на свои эксперименты продолжил, и в конечном счете в 2004 году вода, его уволили с работы, не в 2004 году, а в 2004 году это его рассекретили, точнее в 2006, в 2004 он заявил, в 2006 его рассекретили. В общем, через несколько лет к нему обратился один из каких-то миллионеров, у которого жена скучала по своей старой собаке, и вот он под это дело все-таки сделал, и его эксперимент удался. И давайте по поводу людей сразу, да, расскажу, что сейчас происходит. В январе 2018 года китайские ученые клонировали обезьян по методу овечки Долли, и так как обезьяны достаточно похожи с людьми, как вы помните, да, по многим факторам, людям уже стоит задуматься о том, что скажем там, например, президенты авторитарных стран, точнее, авторитарные президенты разных стран могут теперь вне зависимости от своего возраста править действительно бесконечно. Ну и мы можем тоже жить бесконечно в ближайшем будущем. А учитывая то, что сейчас пошел тренд на child-free, то вполне возможно, что мы вообще сейчас перестанем размножаться, начнем только себя проклонировать и жить в мире удовольствия. Вот как вам такая серия для черного зеркала. Мы перестали рожать детей, стали расти в удовольствии, а дети станут очень дорогим удовольствием, потому что планета будет перенаселена, потому что старые люди не умирают. Но сразу хочу сказать, что это будет еще не совсем скоро проклонирование людей, потому что для того, чтобы клонировать качественно обезьяну, понадобилось 63 суррогатные матери. И если опыты над животными на сегодняшний день разрешены, то над людьми подобная история будет очень малозаконной, скорее всего. Но как мы смотрели разные футуристические фильмы, например, «Остров» со Скарлетт Йоханссоном и второй классный актер. Сейчас я загуглю. обожаю этого актера. «Остров» Скарлетт Йоханссон. И кто там еще второй играет? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, играет там еще помимо Скарлетт Йоханссон. А, Юан Макгрегор. Да, точно. Его по-разному называют. Юан, Оуэн, Юан. Вот там такая же история о том, что есть подпольная лаборатория, которая уже клонирует людей. Ну, этих людей используют для того, чтобы реальным, чтобы не полностью заменять людей, которые ныне живут, а чтобы по частям их на органы, в общем, использовать. Такая. фильм, если кто-то не смотрел «Остров» со Скарлетт Йоханссоном, со Скарлетт Йоханссон, что-то хочется все время Джей Йоханссон вспомнить в мужском роде называть Скарлетт. И Юанна Макгрегора, если вы не смотрели этот фильм с ними, Юаном Макгрегором, посмотрите. Муа! Так вот, я думаю, что наверняка уже подпольно где-то такие эксперименты над людьми происходят, над клонами людей и наверняка я не зря сказал про политиков, что эти люди наверняка напрямую заинтересованы в подобном. в общем, ждем, ждем развития событий и сразу переключусь на другую тему, связанную с с фильмом, в котором снимается Бенедикт Камбербэтч, Бенедикт Камбербэтч, Лора Дерн и другие. Называется он «Утро» и он на сегодняшний день в момент снимается, на сегодняшний день в сегодняшний момент снимается, и сюжет его как раз таки связан с тем, что действие происходит в недалеком будущем, где ученые разработали таблетку, которая позволяет людям не спать, да, и люди создают искусственное солнце, и то есть день никогда не заканчивается. Мне кажется, об этом мечтают все на сегодняшний день. Я так точно мечтаю не спать, чтобы больше успевать, но мы же понимаем, что когда эту возможность получают все люди, то и соответственно вырваться вперед не совсем уже получается, если ты если все, если ты один не спишь круглосуточно, тогда, наверное, да, есть какой-то какой-то в этом резон, а когда ты спишь, ну, в этом резон всегда есть, можно успеть больше, можно больше сделать, да, и на мой взгляд звучит вполне реалистично, но в чем драматургия, да, однако по мере того, как подрастает молодое поколение, лишенное мира сна, среди них возникает мысль о бунте, чтобы вернуть себе возможность спать, вот, не знаю уж, зачем у них возникает такая необходимость, может быть, ну, в общем, причина наверняка может найтись, особенно в рамках новой этики, да, и ждем, фильм называется «Утро», пока нет ни трейлера, ничего, я гуглил, но в нем снимается «Бензик Кембердетч» и «Лора Дерн», которая сыграла в «Большой маленькой лжи», такой достаточно попсовый сериал, популярный, я имею в виду, и многие о нем знают и его смотрели. А мы переключаемся на следующую тему. Расскажу я про, не знаю, знает ли кто-то о том, что у нас сегодня такой более технологичный, хоть и кино, но пока вот одни новости технологий, о том, что есть такая категория зрителей, которая называется «Дисней Адалт», это не то, что вы подумали, не порно с героями диснеевских мультиков, это лишь про взрослую аудиторию, которой на сегодняшний день порядка 40 лет, 40-45, да, эти люди, которые выросли на диснеевских мультиках, и, несмотря на возраст, до сих пор от них без ума, им нравится вот эти вот старые, старая эстетика, и это как раз-таки говорится о том, что это иксы и миллениалы, ну, то бишь, я, ну, мне еще пока 34, еще не 45, так что, ну, ну, блин, я не хочу никому давать характеристик, но мне кажется, это заносчиво все-таки, у них есть свои, вот, я почему об этом рассказываю, потому что у них есть свои атрибуты, ритуалы, и какие-то скандалы, и интернет-драмы, как, например, ну, типа, Дисней уже не торт, вот это вот все там, да, там вот на днях одели мини-маус в брючный костюм вместо юбки, я думаю, что, может быть, ты тоже слышал или слышал об этом, и все, в общем, как-то вот переживают, что все, мир изменился, вот те самые принципы, которые были, вот это добра, вот эти сейчас межрасовые, обязательно нужно, чтобы там русалочка была темнокожей, или чтобы в сказке про красавицу-чудовище обязательно, чтобы был гей, как это все надоело, ла-ла-ла, и они вот все говорят о том, что нужно возвращаться к истокам, да, и тут, кстати, автор статьи говорит, интересно, каким именно истокам, к тем истокам, когда Уолл Дисней поддерживал взгляды Адольфа Гитлера или каким-то другим, было и такое, оказывается, я тоже об этом не знал, и более того, есть еще, да, вот, он презирал евреев, да, и симпатизировал режиму Гитлера, представляете, какой, какие были истории, связанные с Уолтом Диснеем, это как раз-таки на тему того, что ни один человек не может быть идеально хорошим, ну, то есть, только хорошим и только плохим, видите, такой легендарный человек, а симпатизировал режиму Гитлера, да, я думаю, что вот после этого, конечно, детство мое уже никогда не будет прежним, ну, ладно, есть еще, существует такая сейчас история, что тиктокеры и разные блогеры приходят в парки Диснея, я, кстати, мечтал с детства побывать в Диснейленде, вот мне уже 34 года, я до сих пор еще не побывал, у меня уже некоторые друзья уже выросли, своих детей завели, и уже детей уже свозили в Диснейленд, а я еще сам не был, ну, все впереди, так вот, оказывается, что есть тренд на то, чтобы приходить в парки Диснейленде, в Диснейленде и доводить там, в общем, пытаться вывести на эмоции вот этих аниматоров, которые там работают в костюме Джасмин, там, или в костюме Чубаки, или еще что-нибудь, и пытаются максимально вывести их на какую-нибудь эмоцию, чтобы они им нагрубили, еще что-нибудь, снимают потом всякие прикольные видосики для ТикТока, но это вот как раз таки, видимо, тот тренд, это та параллельная вселенная ТикТока, на которую я не подписан, которую я нажимаю, меня это не интересует, да, и самое интересное, что по правилам Парка Дисней подобного рода сотрудники не имеют права их, ну, то есть, возмущаться, и вот если они их потом увольняют после этого, и существует определенный, в общем, такой неприятный момент в том, что над людьми приходят публично издеваться, они даже ответить не могут, у них не очень, кстати, хорошая зарплата, насколько я понял, 11-75 долларов в час, ну, даже сейчас не все айтишники в Беларуси на фрилансе получают по 10 долларов в час, а тут, это, чтобы ты понимал же, да, почему айтишники получают на фрилансе 10 долларов, потому что в Америке это, ну, для Америки это дешевая заработная плата, и, соответственно, да, ну, в общем, сами аниматоры себе выбрали эту работу, жалеть их тоже я смысла не вижу, но факт остается фактом, что руководство парков Дисней никаким образом не пытается, не пытается эту ситуацию снивелировать, потому что им выгодно, чтобы блогеры ходили в эти парки, потому что таким образом они рекламируют парки Дисней, и получается такой замкнутый круг, да, то есть, если блогеры не будут ходить и издеваться над их сотрудниками, то к ним не будут ходить люди. В общем, такая вот немножечко тоже история новая серия Черного зеркала. Что же еще рассказать? Перейдем немножечко к новостям кино. Но вышел трейлер сериала, который называется на русском языке Мы прогорели. В английском языке We Crushed, по-моему, он называется, про онлайн сервис WeWork. Я с ним не знаком. You better work, bitch. Я с этим сервисом не знаком, но в Америке он произвел настоящий фурор в свое время и реализовал и из маленького каворкинга вырос до настоящей целой международной в общем истории, зарабатывая там до 40 миллиардов долларов в год. Не миллионы же, по-моему, миллиардов. Вот я пока рассказываю, параллельно ищу статью из всех моих вкладок, чтобы рассказать об этом более подробно. Да. 47 миллиардов все-таки в год и внезапно рухнуло эта империя. А чем интересен этот сериал, потому что в нем снимается Джаред Лето и Энн Хэтэуэй. Их все обожают, я тоже люблю. К Энн Хэтэуэй, кстати, был долгое время равнодушен, но вот как-то я понял, что мое равнодушие связано с тем, что я ей завидую. Наверное, я видел в ней себя и понимал, что... Ну, не знаю, почему именно с ней я себя соотносил. Почему-то Джаред Лето не вызывал у меня никогда никаких-то спорных эмоций, а вот Энн Хэтэуэй вызывал. И я думал, мне всегда хотелось немножко повозмущаться, почему вот она снимается в кино, а я нет. Значит, я видел в каком-то смысле в ней себя. И вот. Это будет мини-сериал из восьми серий. Выходит он на Apple TV 18 марта. Уже достаточно скоро. Так что, если что, не забывайте, он называется We Crushed или Мы Прогорели. Из-за чего, собственно, они развалились? Это рассказывается из-за того, что супружеская пара, которая вот организовала этот бизнес, была вовлечена в судебное разбирательство связанное со злоупотреблением наркотиками, сексуальными домогательствами, неправомерными действиями, теневыми сотрудниками и теневыми это выведение бизнеса. Ну, трейлер такой достаточно яркий, вот у них они там только начали свое дело и вот они, вот у них начинается немножко звездная болезнь и потом все это приводит к краху. Мне на эту тему сразу вспомнился другой фильм, называется он Основатель. Тоже про... Я обожаю вообще не документальный, это называется Макюментарий жанр кино, там, где восстанавливают реальные события, но это при этом не документальный фильм, а художественный. Такие фильмы называются, выпускаются под жанром Макюментарий. Вот такой вот фильм есть про Рея Крока, основателя Макдональдс, и он так и называется Основатель. У нас такой сейчас пошел техно-основательский блок кино. Какую-то херню сказал. В общем, если кто-то не смотрел фильм Основатель про Рея Крока, в нем снимался еще актер, он невероятный, как раз таки в фильме Birdman снимался, снимался в Человеке-пауке, тоже играл там летучего чувака. Сейчас я скажу, как его имя, Основатель фильм. Актер невероятный. Да что ж такое, ну, все картинки открылись, имя актера нет. Зовут актера Майкл Киттон. Он еще снимался в роли первого Бэтмена в 90-х годах, он был Бэтменом. Да, и потом с ним вышел фильм пару лет назад Birdman, в котором он играет актера, который когда-то много лет назад играл типа в 90-х супергероя, и в общем-то такая тоже интересная история. Кто не смотрел фильм и Birdman, советую посмотреть тоже, и советую, рекомендую, ничего никому не советую, рекомендую посмотреть Birdman с Майклом Киттоном и Основатель, это разные жанры, но невероятные фильмы, кто не знал, как произошел Макдональдс, с чего он получился и как это случилось, я от всей души хотел бы с вами поделиться возможностью посмотреть этот фильм, потому что история такая достаточно эпатажная, неоднозначная, и основной вот в ней посыл в том, что я когда-то читал книгу, там называлась она «Богатый папа, победный папа», Роберта Киосаки, и в ней рассказывалось о том, почему Макдональдс стал великой франшизой, потому что многие думают, ведь по американским меркам там готовятся не самые вкусные бургеры, ну, я об этом могу только судить по книге, да, я не знаю других бургеров на тот момент не пробовал, и самые бургеры самые первые были из Макдональдс, поэтому, конечно, я для меня, да, это всегда будет опинион-лидер, но, как я прочитал о том, что в Америке Макдональдс это не самые топовые бургеры, но при этом они смогли занять свою нишу, вне зависимости от того, что они не были идеальными, это вот история про всех тех, кто думает о том, что он не лучший в своей сфере, да, лучшими порой становятся те, кто больше запаривался на тему инноваций, технологий, брендинга, построения коммуникаций и вот этого всего, посмотри и посмотри фильм «Основатель», я думаю, для тебя станет понятно, и плюс это еще бизнес, связанный с арендой земли, поэтому, поэтому, именно поэтому это одна из величайших франшиз, потому что они не арендуют рестораны, а покупают землю под ресторанами. так, ну и вкратце еще скажу, что вышел сериал про про Uber, называется он, ой-ой-ой, не скажу сейчас, как, долго сейчас будут открываться вкладочки, 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 ну ладно, уже много всего порекомендовал, и сразу перейдем тогда к Бэтмену, раз уже заговорили о Бэтмене, и о Роберте Паттинсоне, да, который сыграет сейчас Бэтмена, я о нем хотел сказать о том, что я как фанат Бэтмена могу себе позволить, кстати, я вот пока рассказывал про Бэтмена, все-таки длистал до этой вкладки с новостью про Uber, есть, сейчас выходит сериал на платформе не важно, не важно на какой платформе, выходит сериал про Uber, называется он Битва за Uber, играет в нем Джозеф Гордон Леви, многие его знают по фильму 300 дней 300 дней лета, да, 30 days of summer, ну, это русский перевод, вообще, summer это же имя девушки, поэтому в нем такое двойное двойное дно, и он рассказывает про историю, да, создания и в общем, в названии, дитва за Uber, все сказано, трейлер я посмотрел, он не самый яркий из всего того, что я видел, поэтому, это тоже сериал, и он уже, насколько я понимаю, вышел, а, это есть такая платформа, я смотрю, что за Showtime, оказывается, есть платформа Showtime, первый раз, слышу о ней, вот загуглю после съемок, после своего выпуска новостей, так, и возвращаемся к Паттинсу, но и Бэтмену, я хотел тут сказать о том, что я большой поклонник Бэтмена, и думаю даже снять на эту тему видео, может быть, даже не одно, и мне кажется, что я имею право заявлять о том, что, имею право заявлять о том, что Бэтмен мне не пришелся сразу по вкусу, я не так совсем его себе представляю, я представляю себе другого Бэтмена, потому что вырос на мультиках, на мультсериале Batman's Animated Series от 91-го, по-моему, года, там, где он такой весь большой, накачанный, и я уже говорил в одном из предыдущих выпусков о том, что Кристиан Бэйл был для меня самым лучшим и самым достойным воплощением, несмотря на то, что про Майкла Китона мы говорили, я в детстве тоже, мне абсолютно не нравился Бэтмен в исполнении Майкла Китона, я думаю, у него и внешность не бэтменская, и не бэтменовская, и вот это все, но последний, один из последних трейлеров, который я видел, мне понравился про Бэтмена, поэтому, ну, я безусловно, его посмотрю, так или иначе, я думаю, что Warner Brothers не разорятся, если я не посмотрю этот фильм, или если я его посмотрю и скажу, что он мне не зашел, я думаю, что ничего не произойдет в этом мире, поэтому я и стараюсь никогда не давать каких-то своих оценок. Лишь хотел сказать о том, что на сегодняшний день Роберт Паттинсон и режиссер фильма «Паразиты», да, обладатель Оскара, ведут сейчас переговоры опять-таки на тему создания фильма о будущем, и в этом будущем тоже происходят невероятные события, сейчас я, фильм создан по по роману Эдварда Эштона, я, к сожалению, не знаю этого автора, если, если что, shame on me, я, к сожалению, не всех людей на планете Земля знаю, если вы знаете, а я не знаю, то простите мне это. В общем, сюжет книги рассказывается о том, что существует, книга называется «Мики-7», это такой, насколько я понял, расходный материал, такой одноразовый сотрудник экспедиции, которого отправляют в разные смертоносные задания, видимо, он выглядит как человек, я не знаю, да, и в чем его особенность, проходя это задание и погибая, у него остается вся память о пройденном пути в этой экспедиции, такой, типа, как идеальный человек, да, получается. И, в общем, после шести смертей этот расходный материал Мики-7 начинает понимать, осознавать, почему именно с ним это происходит, и почему именно только он такой один, и больше никого другого на такие задания не отправляют. И вот в этом такая история. Фильм еще не вышел, и ведутся переговоры на главную роль с Робертом Паттинсоном. Да. Так что следите, проект еще пока никак не называется, роман называется Мики-7, если будете что-нибудь об этом слышать, наверняка, наверняка есть смысл обратить на этот сюжет внимание. И тоже, опять-таки, про будущее и настоящее. Казалось бы, сколько лет фильму «Бойцовский клуб», не знаю, слышал ты об этом или нет, но в Китае по какой-то непонятной причине, вроде бы не Северная Корея, изменили концовку этого фильма, если ты смотрел или не смотрел, но я сейчас сделаю спойлер, если хочешь, перемотай. Я честно скажу, я читал книгу «Бойцовский клуб», и мне очень нравится фильм, но почему-то так получилось, что за всю свою жизнь я начинал смотреть этот фильм раз в пять уже, то по телевизору еще, когда был маленький, то в гостях был он шел фоном, то сам включал, и он заканчивался, в смысле, не заканчивался, то засыпал я, но засыпал не потому, что он мне был неинтересен, а потому, что был уставший, или там на что-то отвлекался, или надо было другими делами заниматься. В общем, вот это вот все, и я все хочу сам засмотреть этот фильм до конца, и каждый раз, кстати, с новым возрастом, когда я начинаю смотреть его сначала, открывать для себя какие-то новые детали, и, в общем, закончится фильм тем, что у тебя здесь есть возможность перемотать вперед, что, в общем, отряд Тайлера Дёрдена начнет поднимет демонстрацию и устроит переворот в государственной стране, и почему-то в Китае решили, я еще раз повторюсь, в Северной Корее вместо концовки они запустили черный экран, на котором текстом было написано, что, цитирую, после суда Тайлер был отправлен в психиатрическую больницу, где получил лечение, он вышел из больницы в 2012 году, вот, и на этом заканчивается фильм, это забавно, и, не знаю, мне кажется, что фильм достаточно художественный, для того, чтобы, одно дело, я понимаю, что, если бы это, например, был фильм В, значит, вендеттов, которые заменили бы концовку на то, что государственный переворот не удался, потому что он несет вполне себе такие живые, аллегории с тем, что происходит в настоящее время в разных странах на нашей планете, и был актуален и раньше, и сейчас актуален, кто не смотрел фильм В, значит, вендетта, я долгое время почему-то не хотел его смотреть, но буквально год или два назад посмотрел, причем было такое странное совпадение, я зашел в контакт, я редко захожу в контакт, но иногда захожу, и у меня в ленте всплыла гифка, там, где Натали Портман, одна из моих самых любимых актрис, сбревает себе волосы и плачет, ну, мне показалось, что она сама их сбревает себе, и именно в этот день я решил посмотреть фильм В, значит, вендетта, и я не знал, что там играет Натали Портман, и когда я его включил, оказалось, что это сцена из фильма В, значит, вендетта, и там, правда, не она, мне показалось на гифке, что она сама себя бреет и плачет, и ей там сбревают длинные волосы, и она плачет. Я не знаю, как понимать это совпадение, но это невероятно круто, и фильм вообще, вот, когда, когда я говорю что-то, что-то хорошее, мне не жалко давать оценки, потому что я считаю, что это классно. Если я не готов дать эту оценку, я лучше промолчу. Поэтому, вот сколько фильмов сегодня нарекомендовал, они все разные, но невероятно крутые. И тут же перейдем тогда, наверное, на тему того, что про Навального, ох-ох-ох, я захожу на политическую арену, надо мне все-таки, Серега, профильтровать свой базар. В общем, фильм про Навального показали на фестивале Sundance, и этот фестиваль, фильм этот был показан, там, есть фильмы, которые входят в программу конкурсную, а есть такие, которые каждый год показываются там как сюрприз. Так, например, был показан фильм Талли, я о нем говорил некоторое время назад, очень достойный фильм про многодетную мать, которая, которая не смогла выносить такое огромное количество обязанностей, и чуть-чуть, чуть не лишилась жизни, и очень-очень, Талли, если ты не смотрела, я не смотрела Талли, то, господи, это просто невероятно. Ну, вот этот фильм здесь пару лет назад тоже был представлен на фестивале Sundance как сюрприз, и вот в этом году фильм, который называется Навальный, Навальный, по-моему, уже там было какое-то двоеточие, Ну, ладно, двоеточия нет, просто Навальный. В общем, был там показан и собрал большие классные отзывы, а в следующем году он будет показан, точнее, не в следующем году, уже 2022 год наступил, в этом году в через... в марте, по-моему, он будет показан на HBO, на него права купил HBO. Да. Так что я не то, чтобы... Я сразу скажу, что я не знаю, хороший это фильм или плохой, потому что его, понятное дело, в доступе нет, но хочу сказать о том, что для меня... Я за последние несколько лет, которые очень подробно следил за политическими баталиями, как в нашей стране, так и в России, у меня были разные точки зрения. Скорее даже... Скорее даже не то, чтобы разные они были, они были достаточно... мнение мое изменилось сейчас. До этого момента я все время был уверен в том, что действительно существует какое-то определенное притеснение либерально настроенных групп, да, людей. Сейчас я настолько уже как-то углубился в каких-то своих внутренних размышлениях, в то, что может быть какие-то происходят там двойные, тройные, четверные игры, что уже запутался окончательно и не знаю даже, кому на самом деле верить. Верить только своим чувствам. И на сегодняшний день я думаю, что главное, чтобы я... Все, что от меня зависит, все самое хорошее, что я могу дать этому миру, вот если от меня что-то зависит в этом мире, я это сделаю. Например, вот я сейчас хочу работать только на той работе, которая будет приносить мне удовольствие. Это будет та полезность, которую я могу сделать, да. Пока мне никто в этом не мешает, кроме тех работодателей, которые в упор не хотят замечать моих моих стремлений. Если ты еще не подумал, что я продался или подстилка, или переобулся, или еще что-нибудь в этом роде и продолжаешь смотреть этот ролик, я за тебя очень рад. И мы вместе дальше продолжаем двигаться по новостям. И раз уж у нас туда зашла внезапно политическая тема, то Елизавета Вторая запускает собственную линейку соусов. Вот у кого, у кого никаких ни скандалов, ни проблем. Я буквально сегодня видел мем или вчера Елизавета Вторая со своим первым домашним питомцем, у нее в руках динозавр. На самом деле, я вот сейчас прочитал эту новость, я до сих пор поражаюсь. Мне кажется, что она всегда была и вот всегда выглядела точно так же, как сейчас Елизавета Вторая. Да, и столько лет уже кажется, что как будто бы она, вот что мне было там в 7 лет, я видел там вот эти истории про принцессу Диану, которая погибла, к сожалению, и показывали Елизавету Вторую, она так же выглядела, что сейчас мне уже 34, и этот человек как будто бы вот может уже там клонировали, может быть Елизавету Вторую клонировали уже, а? Что тут рассказать? Значит, собственно, линейка кетчупа и коричневого соуса Royal Estate, я не знаю, насколько это вообще подходит ее имиджу, вообще-то это же не ЗОЖ, да, мне кажется, пожилые люди для того, чтобы выживать, беречь свое здоровье, неправильно сказал, выживать, для того, чтобы жить дольше и здоровее, наверное, же кетчуп и коричневый соус не кушают, мне что-то подсказывает логика, я не читал состав, конечно, но и тут про состав ничего не сказано, а нет, ей сказано, что в томатном, значит, по данным The Sun овощи и специи, входящие в состав соуса, выращены в королевской резиденции Сандрингем в Норфолке, бля, такое ощущение, как будто я этот, из Алиса в стране чудес, да, что-то там и смумрики в Неве, что-то там, да, и клекотали в зеленюки, как смумрики в Неве, вот, резиденция Сандрингем в Норфолке, в общем, в томатном соусе есть финики, яблочный сок и специи, по словам производителя, он идеален для завтрака или в любое время дня, по коричневому, ну, короче, не сказано, ЗОЖ, не ЗОЖ, ну, остается надеяться, что ЗОЖ, все-таки, Елизавета II, такой большой уровень влияния, с другой стороны, Насте Ивлеевой ничего не мешает кушать чипсы и продавать их, может быть, она еще не столкнулась с проблемами лишнего веса и не знает, как это вредно, я когда-то тоже ел чипсы и был готов их рекламировать и любил, и это соответствовало полностью моим внутренним ценностям, вот, сейчас я, к сожалению, к сожалению, говорю к сожалению, потому что мне нравилось есть чипсы, но это очень вредно, я их не ем, но ничего страшного не произошло. Что же дальше? Тем временем Кельвин Харрис создал свою собственную ферму, видите, у Елизаветы II свой сад, Кельвин Харрис значит, создал ферму, причем, так это мило, на Ибице, не где-то там, не вот, а именно на Ибице, в клубной столице, да, казалось бы, шотландский диджей Кельвин Харрис стал фермером, как сообщает британское издание Sun опять-таки, в 2021 году он продал два своих дома в Лос-Анджелесе и купил 138 акров земли на Ибице, где проводит много времени по работе. На сегодняшний момент подсобное хозяйство 38-летнего Кельвина является крупнейшей органической фермой острова, производит все от овощей и фруктов до яиц, вина и готовых блюд. Плюс к этому хозяин сдает участки для проведения различных мероприятий, в том числе свадеб. По словам очевидцев, хотя на диджея трудится большая команда профессионалов, агрономов, поваров и так далее, он и сам с удовольствием работает на земле, сажает растения, занимается животными и так далее. Ну вот молодец, вот человек понимает, что пассивный доход, это всегда, ну это же по большому счету тоже инвестиции, да, производство своих линейок овощей, да, фруктов, яиц, вина и так далее. Это же твои личные бренды, которые, ты сидишь, а оно работает, получается, да, то есть не нужно, уже человек обеспечил свою там старость, не старость, в общем, свою жизнь с пассивным заработком и это прекрасно. Я вообще всецело за пассивный заработок, хотя Кельвин Харрис наверняка получает авторские, да, но треки, как мы знаем, устаревают, иногда возвращаются в чарты, да, и зарабатывают с них по-разному. И вот как раз-таки на эту тему хочется сказать, что я сошла с ума, All's Nage Sad, группа Tattoo, вновь, он раз в несколько лет это делает, но это обычно как-то происходит не стихий, на то, вот там, то в Швейцарии на первом месте вдруг внезапно, то там, в следующем году в Словении, там, ну, это как-то вот в одной стране это произошел, пик и пропало, то сейчас, насколько я понимаю, связано это с волнообразным течением больших глобальных событий, произошедших в России, это в первую очередь интервью Ксении Собчак, прошу прощения, с Юлией Волковой Леной Катиной, да, Иваном Шаповаловым, которое набрало большое количество просмотров и много, большой аудитории, во-первых, напомнило о существовании группы Tattoo, и фанатов тоже разбудило, и рассказала новая аудитория об этих замечательных, классных, крутых песнях, которые вот прошло 20 лет, они не устаревают, и я горжусь, конечно, когда я понимаю, что я слушал Tattoo одним из первых, я думал, я запишу на эту тему отдельный выпуск большой, про свою историю связанную с группой Tattoo, как я познакомился с Иваном Шаповаловым, с Леной Китер, и даже был такой момент, когда мы ехали, я ехал с ними, с мамой и папой группы Tattoo в одной машине, со своей подругой Мариной, так сложилось, что она больше была всегда там, в общем, не, ну, с Ваней хотела работать, я больше всегда хотел работать с Леной, и ей удалось поработать с Ваней, мне удалось поработать с Леной, и вот в один день на день рождения Лены Кипера, такой маленький спойлер, мы вместе ехали с ними в машине, это про то, что все мечты забывают, и я вот жду, когда сбудется моя мечта познакомиться, ой, господи, познакомиться, как тогда мне хотелось познакомиться с Леной и Ваней, я мечтаю стать, да, музыкантом большим на вершинах чартов, и, ну, ждем, когда эта мечта тоже исполнится. Да, как говорил, это такой маленький спойлер, запишу видео, если интересно, если ты захочешь, запиши в комментариях, я обязательно, продолжим эту тему, ну, так вот, к чему я говорил, что, значит, интервью Собчак с Тату, потом на этой волне трибьют, который получился, как я уже говорил, очень спорным, очень, ни один трек из этого трибьюта, несмотря на большую медийную поддержку, не вошел в чарты стриминговых платформ, только кавер группы LSP на песню Клоуна, на какое-то время ворвался в чарты, и достаточно быстро выпал. Люди вернулись к оригинальному, ну, то есть, каверы были действительно спорные, некоторые я слушаю, но я не буду сейчас включать старого брюжащего деда, на самом деле классные есть и каверы, но после прослушивания альбома мое первое желание было послушать альбом оригинальный, да, и мне кажется, что это такое желание было у многих, и именно поэтому это разбудило волну прослушивания оригинальных треков, и сейчас тату на вершине билборда, на десятой строчке, опять-таки, Словения и даже Саудовская Аравия, по-моему, даже те страны, в которых, я не знаю, были они раньше там популярны или нет, но даже в тех странах, которые вот сейчас, в которых тату утратили свою популярность достаточно быстро, как, например, в США, они взлетели в США и быстро пропали, то сейчас они после за столько лет в США никогда еще не добивались таких высот, и мне кажется, что, конечно же, будучи продюсером, да, и своего там музыкального проекта, и в целом маркетологом с большим опытом работы, мне, конечно, мое внутреннее чутье говорит, что продюсеры сейчас, там, команда ребят, которая работала, стату, Лена, Ваня, несмотря на то, что они там во многом перессорились все, и навряд ли это может получиться, но, конечно, собраться, да и выпустить какой-нибудь либо трек неизданный, либо собраться и создать что-то новое, конечно же, было бы, ну, невероятно сейчас актуально, я не знаю, почему этого не происходит, и я уверен, что еще какой-то материал, который был записан, все еще не издан, еще нас будут радовать этими треками, как треком Simple Motions на десятилетие, господи, кажется, что десятилетие альбома Tattoo было вот совсем недавно, а это было в 2013 году, вот это вот выступление на The Voice, да, когда они впервые объединились, ты можешь себе представить, десятилетие альбома было 10 лет назад, а сейчас уже 2022 год, почему-то время быстро летит, время остановить, в общем, и на этой волне, кстати говоря, Холзи, которая давно планировала сделать кавер на Oldest Newset, и она сделала его, насколько я знаю, и связала с авторами оригинальной композиции Лены Кипер, Сергеем Галаяновым, и они ее, насколько я понимаю, уломали, сделать все-таки не кавер, а сделать актуальный трек, во-первых, потому что им самим хотелось бы, наверное, свою, я сейчас не хочу как-то показаться злорадной сукой, но, к сожалению, так получилось, что ни у Лены Кипер, ни у Сергея Галаяна после этого не было международного успеха, другого, другого примера такого же большого, как у Тату, и я сейчас не хочу, опять-таки сказать, что вот им просто повезло, нет, это не так, во-первых, действительно им повезло, но, во-вторых, не каждому человеку так везет, и те, кто занимается музыкой профессионально, знают, что успех, он, его очень сложно понять, его сложно спрогнозировать, и написав один раз хит, а тем более, когда потом все разругались, разошлись, и уже все там немножечко схватили звезды себе, да, после этого, конечно, уже сложно создавать что-то, и я думаю, что им не удалось повторить международный успех не потому, что они неталантливые, или не потому, что у них нет чутья, или что-то такое, а просто потому, что они разругались, и вот эта вот волна, пока они ругались, она ушла, утекла, и они не смогли ее уже повторить, и когда Холзи обратилась к ним, авторы решили воспользоваться ситуацией, и договорились с ней, чтобы она сделала не кавер, а новую песню, таким образом, в портфолио, что Сергей Глоянов, что Еленой Кипер появился новый международный трек, и Nightmare, который называется, и, ну, не стал таким же большим хитом, как All the Stringshot, но тем не менее, и, но Холзи все-таки решила, что она хочет выпустить этот свой кавер, All the Stringshot, который, который переделали в Nightmare, да, написали на мелодию, Холзи читает другой текст, другую мелодию, на аранжировку в смысле, да, поменяли аранжировку и сделали новый трек, но она все равно хочет вернуть себе возможность исполнять этот трек, любит она эту песню, и поэтому, конечно же, для авторов это прекрасная возможность, они уже и новый трек с Холзи сделали, а сейчас она еще кавер выпустит, вы же понимаете, что, ты же понимаешь, что все авторские отчисления от воспроизведения и композиции придут автором на счета, то есть это все абсолютно выгодно, все прекрасно, и, ну и что ты скажешь, все счастливы, все рады, и так далее. Что же еще хотел сказать? Про, давайте про, я говорю, событий очень много, и предлагаю перейти нам, раз уж мы перешли на музыку, продолжить в этом же направлении, Адель, если ты смотрел или смотрела выпуск с предыдущей недели, или с позапрошлой, первый мой новостной обзор, Адель анонсировала, сейчас чихну, чихаю в кадре первый раз, уже отрыжки были неоднократно, подсела неоднократно, чихаю первый раз, но мы сегодня с тобой познакомились еще чуть-чуть ближе. Так, значит, Адель купила с аукциона дом Сильвестра Сталлона в Вегасе, для того, чтобы жить в нем, пока у нее будет проходить тур, ну, шоу в Вегасе, да, как у Бритни, какое-то время, вот она подготовилась. Я тогда говорил о том, что, что-то как-то поздновато, у нее шоу уже должно начаться в конце января, а она что-то только вот еще, уже осталось две недели, а она еще даже дом не купила. Как-то что-то у них не готово, но я был уверен, так как это Америка, там все всегда схвачено, но по факту, вот как раз-таки совсем недавно она выступила в своем инстаграме, выложила видео, в котором она плачет и извиняется, говорит о том, что, к сожалению, по двум причинам, во-первых, половина группы заболела у нее ковидом, ее технического персонала заболела ковидом, и плюс не успели завести или установить все декорации. Ну, то есть очень, для меня это очень странно. Ну, то есть вообще абсолютно непонятно, странно, и я говорю, что там какой-то стайминг у них был самый, вообще вопрос с самого начала, и поэтому я даже не удивился, я подумал, блин, хорошо, Серега, ты вышел на новый левел распознавания каких-то факапов заранее, да, мне просто по работе мне часто приходится это делать, как-то анализировать, успеваем, не успеваем, дедлайны, вот это вот все, вся фигня факапы, да, поэтому, ну, единственное, что хотел сказать, что она записала видео, в котором она плачет и извиняется, она говорит, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, она столько раз говорит sorry, что ну просто, ты понимаешь, что не каждый артист, который отменяет свои концепты вообще на такое, тем более, что я понимаю, что это шоу в Вегасе, на которое стопудово sold out, и все за сто лет уже как-то были укуплены, все билеты, и сразу вспоминается мне Монатик, который тоже, значит, должен был выступать в Беларуси на фестивале Viva Braslov, и за один день отменил свое выступление, написав о том, что у него половина, по официальному заявлению, сообщил о том, что у него половина коллектива заболела ковидом, и при этом у него через 4 дня после того, как должен был состояться фестиваль, было 2 сольных концерта в Киеве, и которые не отменились, и, видимо, вся группа вдруг за 4 дня выздоровела. Ну, то есть, насколько я понял, он не захотел приезжать в Беларусь по политическим мотивам, и всегда ковид, всегда золотая отмазка для любого артиста, и мне, конечно, было очень жаль, и никаких вот этих вот сериалов ссори в слезах не было. Мне, конечно, это было неприятно, и я хочу сказать, что я монатика невероятно обожаю просто. Это тот человек, который для меня является примером таланта, образцом таланта, образцом человечности, образцом доброты какой-то, искренности, и вот этой вот позитивной, светлой энергетики, которые далеко я... ну, я не знаю, у кого еще такого можно вспомнить, такого человека, который был... И песни классные, и человек хороший, и знакомиться я с ним не очень что бы хочу, конечно, хотя бы был бы рад, если бы мы записали дуэт, или если бы монатик захотел у меня продюсировать, но вот этот вот момент я не понял. Он, правда, был очень спорный, про то, что отменился концерт за один день, на который фестиваль я рекламировался практически каждый день. Единственное, почему я не разозлился, потому что я сам за два дня до этого заболел ковидом. Это был июль 2021 года, и я думаю, а, ну хорошо, я просто так переживал из-за того, что я болею ковидом, а у меня еще, как назло, нету никаких... То есть, у меня просто пропал запах и вкус, и не болит ни голова, я себя прекрасно чувствую, и вот когда ты чувствуешь себя прекрасно, болеешь, но понимаешь, что тебе все равно нельзя выходить из дома, это очень такое парадоксальное ощущение, особенно, когда ты знаешь, что там вот здесь завтра будет проходить концерт Монатика, и ты как будто бы, если ты пойдешь туда, ты никто... Ну, то есть, если бы я захотел закосить под ковид-диссидента, то никто бы, прошу прощения, и не узнал бы, что я болею, да, и я в этом ходил бы, всех заражал, но я все-таки, да, сдержал себя и не поехал никуда, ну, и, наверное, какого-то рода, определенного рода благодарность, может быть, мне была эта отмена, но это все, конечно, глупости, отмена концерта, не может быть благодарностью, но просто я, по крайней мере, сидел дома и меньше переживал на эту тему из-за того, что, ну, не получилось сходить, ну, и Монатик-то и не приехал. Другим, ну, там поехали мои друзья, и мне, конечно, было за них обидно. И продолжая эту тему, артист, не только Адель отменила свое шоу, ну, и артистов в целом сейчас я вот переживаю, потому что у меня куплены билеты на уже два года как куплены, я был в отношениях, мы покупали вместе билеты на концерт, это должен был быть концерт в 2000, в октябре 2020 года, практически на мой день рождения, в Грузии концерт группы One Republic, который я обожал, в 2012 году, когда выходил альбом Native, у меня есть пластинка с альбомом Native, это мой любимый альбом, и еще первый, The Out of Dream Loud, как-то он так называется, этот альбом, тоже обожал просто эту группу, и вот мы покупили билет, но уже успели расстаться, но вот мы сейчас думаем все равно вместе, так как мы остались друзьями, думаем поехать все равно этот концерт дважды переносили, на 2021 год, и на 2020 год, вот сейчас, опачки, возвращайся, 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 села по ходу держалка, сейчас мы зарядим ее, не заканчиваем видео, сейчас я поставлю заряжаться держалку, и мы вернемся, ну в общем, я продолжу рассказывать, концерт, что концерт, к сожалению, концерт, к сожалению, пришлось отменить, но, в смысле, концерт перенесся, но сейчас вот новая дата, на май 2022 года, и я еще планирую, планирую на него попасть, честно скажу, так что, надеюсь, что, вот, хоть отменился, вот концерт, сейчас я знаю, у дискложия группы, да, и в том числе, отменился концерт, это мировой тур, да, потом, в России, у Лолиты, там, тоже отменился, спектакль, она снимается, сейчас, секундочку, я повешу обратно, держалку, продолжим, ждем, ждем, ну-ка, ну давай, да, что-то, оживая, давай, 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 ну что такое, так, нет, ладно, будет у нас другой ракурс, значит, сейчас, с вами, я, знаете, как в этих трендах, в ТикТоке, должен был сейчас пролезть, через этот, луч света, но он, к сожалению, не работает, господи, что я говорю, он работает, просто он слишком маленький, через него мне не пролезть, я не закончу записывать это видео, если ты будешь испытывать небольшой дискомфорт от того, что телефон будет падать, то I'm sorry, но скажешь, я неподготовленный, да, Dream of Out Loud, называется альбом, но это первый альбом, я хотел сказать, что мой еще один из любимых альбомов, Waking Up, это второй альбом группы One Republic, вот так вот, у Манижи отменился концерт, в Кроку Сити Холле, у Лолида спектакль отменился, она называется Женитьба, Гарри Стайлз тоже не приедет в Россию, но при этом я сегодня видел, что Томми Кэш анонсировал свой прям европейский тур, по-моему, там даже Америка была, так что, в общем, абсолютно непонятно, как это все происходит, но группы так или иначе, кто-то приезжает, кто-то нет, а вот Грэмми, кстати говоря, вот у Адель отменился тур в Вегасе, а вот у Грэмми пройдет в Вегасе, я говорил тоже в том же выпуске, что и про Адель, что их, что дату перенесли, и наконец-то вот она определена, сейчас дата стоит как 4 апреля, и как раз таки провести решили, я сейчас попробую еще раз поставить на на подставку, потому что она вроде оживает, ну что, да? Да, ну давай, подставка, живи! Нет, да? Ладно, ну, я попытался, так вот, так, ладно, сейчас сделаем паузу, и я продолжу. Очень интересно, еще ни разу мне не приходилось снимать выпуски аж с двумя склейками, а это значит, что еще несколько часов у меня будет конвертироваться видео, после того, как я закончу его снимать, ну, что ж поделать, это кавасы ля ви, мой штатив так и что-то не пришел в себя, пока ждем, это не штатив, это по-моему, на под называется, блин, забыл, поэтому сейчас заряжается, я поставил на рулон, ну, не туалетной бумаги, а салфеток, телефон, пускай стоит так, все равно, да, рассказать хочется, обещал много еще интересного, я думаю, что много классной информации мы сегодня, я с тобой обсудил, и ты послушал, поэтому, или послушала, расскажу про, что анонсировал, про фестиваль, во-первых, вот мы говорили, что большое количество отмен происходит на сегодняшний день, да, Грэмми пока не отменился, кстати говоря, Иманбек, получивший Грэмми, у нас как-то ни один, прошу прощения, выпуск без Иманбека не обходится, да, он получил премию, награду от Spotify за более чем 1 миллиард прослушиваний прослушиваний на сервисе, на сегодняшний момент это уже полтора миллиарда прослушиваний, это единственный артист из СНГ, который добился таких результатов, мне, кстати говоря, и это только Spotify, да, это только на одной платформе, что там, что уже говорить обо всех стримингах мировых разных, и мне, кстати говоря, в контексте этого разговора стало интересно, какую часть, как делится прибыль, прибыль, ведь ремикс, это же ремикс, да, а существует оригинал, у оригинала есть авторы, да, и так далее, и тому подобное, как, каким образом делится прибыль за доходы, полученные от этого ремикса, я этого не знаю, но, если узнаю, когда-нибудь с вами обязательно поделюсь процент, мне кажется, был бы интересный кейс, да, ремикс, который был записан, там, по-моему, за 25 минут, и досвидел за 2,5 часа, если я сейчас не вру, ну, то есть, либо 25, либо 2,5 часа, в любом случае, это очень мало, да, получил, сделал карьеру одному человеку, это, это безумно вдохновляет, и я всем желаю таких же классных успехов играми, вот, по поводу фестиваля, вернемся сейчас, фестиваль Дикая мята, известный, российский, застраховал зрителей от переносов, да, который никто не может гарантировать, я уже не помню, это Дикую мяту в прошлом году отменили за, не то, что за один день, а за несколько часов, по-моему, Дикую мяту, сейчас мы загуглим, Дикую мяту отменили, да, за 7 часов, да, это Дикую мяту в прошлом году отменили за 7 часов до начала, когда уже все артисты приехали, уже там, уже почти сцена была готова, в общем, все, да, и в этом году какие вот молодцы организаторы, не отказались от мысли проводить фестиваль, а придумали даже инновационную систему, по которой люди не покупают билеты, а бронируют, соответственно, если они их покупают, то к ним могут деньги не вернуться, это в законах прописано, если кто-то не знал, что по законодательству организаторы могут не возвращать деньги за билеты, ну, это якобы такая поддержка концертной индустрии в стране, ну, в общем, все эти законы неоднозначные, конечно, поэтому тут говорить, и вроде бы одни, и зрители, которые заплатили билеты, за билеты нуждаются в поддержке, а организаторы, которые несут риски, тоже нуждаются в поддержке, но почему-то кто-то обязательно один должен страдать, не все должны вместе получать какие-то возможные решения, а только кто-то один. Так вот, что придумали в этом году фестивали, организаторы фестиваля Дикая Мята, который в этом году называется Дикая Мята Violet, они придумали, что поклонники могут забронировать билеты до подорожания, заплатить в удобное для них время, хоть в самый последний день, когда они будут уверены в том, что фестиваль состоится. Стоимость брони... А, нет, все-таки стоимость брони будет 500 рублей. Я сказал классную систему, и сам же обломался. Нет, за броню придется заплатить 500 рублей, насколько я понимаю. А, а сам билет будет стоить дороже. То есть, билет будет стоить дороже, чем 500 рублей, поэтому эта сумма вернется, если фестиваль не состоится. А если фестиваль состоится, то зрители могут докупить стоимость билета за полную стоимость. Ну, так или иначе, это все равно для организаторов, я думаю, ты же понимаешь, что организаторы за свои средства получается приглашают артистов, и значит, у них есть какие-то спонсоры, инвесторы, перед которыми они теперь несут ответственность, потому что раньше такими инвесторами становились сами зрители, которые, получается, каким образом организуется фестиваль. Организаторы анонсируют артистов, ты начинаешь покупать билеты, и у организаторов уже есть какой-то формируется фонд на сам фестиваль, они могут заплатить этот фестиваль за артистам гонорары, за рекламу покрыть расходы. А в этом году получается, что если человек покупает только бронь, но не оплачивает даже полную стоимость билета, то есть организаторы берут, заручаются поддержкой большого количества инвесторов. Это очень интересно, и даже вот как-то хотелось бы впоследствии, когда этот фестиваль пройдет или не пройдет, узнать кейс, как им это удалось сделать, с кем они договорились и на каких основаниях, на основаниях чего получилось осуществить такой вот, да, найти такое количество средств для того, чтобы фестиваль, который может не состояться, попробовать осуществить, который дал на это, да, бюджет. Это круто, и я думаю, что это всем, всем людям, это хорош, почему, почему я, почему об этом важно говорить, потому что такие кейсы дают возможность поверить в себя, да, больше, ты понимаешь, что люди в таких экстремальных ситуациях находят поддержку, находят бюджет, находят возможности для реализации своих идей, и, ну, конечно же, классно, классно, что это происходит, и у тебя тоже обязательно, если у тебя есть своя какая-то творческая идея, у тебя обязательно все, все получится. И сразу, раз уж мы перешли на тему фестиваля, хочу рассказать о двух возможностях для молодых артистов, которые я анонсировал. В начале сам фестиваль, сам фест, он называется сам.фест, который пройдет в Самарской области, далековатенько, 11 и 12 июня, объявил о старте набора молодых исполнителей, значит, конкурс не имеет никаких профессиональных, возрастных и жанровых ограничений, и главное правило, чтобы композиция была написана самим исполнителем или участниками его музыкальной группы. В конкурсе могут участвовать как сольные исполнители, так и музыкальные группы, поэтому технически оно может быть создано как при помощи профессиональной техники, а видео может быть создано при помощи профессиональной техники, так и обычного мобильного телефона. Соответственно, нужно снять свою песню на видео, отправить жюри до 3 апреля, не позднее 3 апреля, и лучшая композиция будет на фестивальном сборнике, а участник, получивший наивысшую оценку от фестивального жюри, получит возможность записать мини-эпи. Единственное, что... При участии сам продюсера Андрея Самсонова, который работал с Земфирой, аквариумом, пикником и спленом. А еще... Насколько я понимаю, же и выступить, наверное, на этом фестивале. Да, и, конечно, победитель... Ну, это только победитель, который получит возможность записать эп, а будет один, а несколько победителей смогут выступить на одной сцене вместе с Бутусом, Славой Мерлоу, Сергеем Бабунцом, Манижей, Мельницей, Олегом Митяевым, Биллис Бэнд. Очень интересный, необычный, нестандартный плейлист такой и для аудитории помоложе, и для аудитории постарше, но все очень качественная музыка, поэтому круто. В состав вошли журналисты-музыкант Борис Барабанов, музыкальный журналист, точнее, программный директор радио «Семь на семи холмах» Анастасия Рогожникова, музыкант, композитор и сам продюсер Андрей Самсонов, генеральный продюсер «Газпром-медиа» Юрий Костин, руководитель группы концертных компаний Михаил Шурыкин. Ну, жюри, вот такой вот жюри. Ссылочку на сам фест оставлю в комментариях, так что у тебя появится возможность отправить свой трек и выступить. Кстати говоря, я вспомнил такую ситуацию пару месяцев назад, пару месяцев назад группа Favlav получила возможность выступить на фестивале как же он назывался-то? В общем, на одном из фестивалей и потом в своих социальных сетях я не совсем понял, они сказали о том, что это было такое скрытое предложение сбросьтесь, нам у нас нет денег, чтобы на фестиваль доехать или просто это был открытый отказ от участия в фестивале из-за того, что нет бюджета до туда доехать. Ребят, те, кто не знает о том, как происходит участие в фестивалях, я об этом рассказал в своем видео про то, как я выступал на фестивалях. В большинстве случаев артист, который выступает на фестивале, не получает гонорар и приезжает на фестиваль за свой собственный счет. И некоторые поклонники группы Fab Love написали о том, что Полина Fab Love позорит организаторов, рассказывает то, что они не оплачивают своим артистам. На самом деле, вообще артистам редко когда оплачивают, особенно когда речь идет о молодых музыкантов. Если это не хедлайнер в фестивале, то молодым артистам часто не оплачивают ни проезд, особенно если это где-то очень далеко. А, Урал Music Night фестиваль называется на Урале. Ну, то есть до туда доедь, попробуй еще. Да, это очень дорого. И, понятное дело, что организаторам проще взять артистов, которые у себя местные на Урале, которым не нужно ехать из Москвы или из Питера. И таким образом, когда артист говорит о том, что ему не оплачивают дорогу на фестиваль, он, к сожалению, не сможет там принять участие, хоть его и заопровали в лайнап. Это не стыдно. Это не стыдно. Это всего лишь, может быть, Полине стоило сказать, что если вы хотите, чтобы мы туда приехали, спросите с нами. на карточку и мы тогда поедем туда. И сразу про второй хотел рассказать конкурс. Телеканал НТВ запускает страну талантов. Насколько я понимаю, по описанию это очень похоже на X-фактор. Но тут говорится о том, что если у вас есть разные таланты, любой ваш талант может быть рассмотрен профессиональным журетелем канала НТВ. И проект этот запускается еще не сейчас, а вот настоящий прям момент до... не сказано до какой даты. Но еще, видимо, есть возможность прислать свою заявку. Я email оставлю в описании. В общем, вести этот телепроект будет Алексей Воробьев. и у тебя есть возможность заявить о себе. Вау, приятная, классная новость. На телеканале НТВ, если ты любишь участие в телепроектах и так далее. Кстати, я слышал что-то про второй сезон X-фактора белорусского. Не следил, ничего об этом не знаю. Если он будет, то вот имейте в виду, можете отслеживать тоже информацию на этот счет. Следующая тема, которую я хотел затронуть. Сейчас, секундочку, какую тему хотел я затронуть. Ну, сейчас будет минутка культ просвета. Лейбл мелодия, если кто не знает олды, знает этот лейбл по пластинкам, потому что раньше все пластинки издавались на лейбле мелодия. И сейчас это стал диджитальный, ну, уже не сейчас, но уже много лет, как это диджитальный лейбл мелодия, который выпускает классическую музыку. Насколько я понимаю, в каких-то коллаборациях с другими, наверное, у него права на территорию СНГ. И вот, если кто-то увлекается классической музыкой, в настоящий момент были изданы альбом, альбом, звучит-то как, Чайковского, альбом Чайковского был издан, и Шуберта, кстати говоря, любимого композитора Анны Виленской. Те, кто смотрит YouTube и смотрит ее конференции, мое вам почтение, мое почтение Анне Виленской. Невероятная девушка, талантливая, невероятный, классный коуч, и я бы, я бы, вот в таком университете я бы, конечно, хотел, там, где она преподает, учиться. Значит, альбом называется «Зимний путь» Шуберта к его 225-летию. Вот. Если кто не знает, чем известен Шуберт, чтобы так немножко сделать маленький, в первую очередь для себя, честно тебе скажу, когда я узнал, что Анна Виленская слушает Шуберта, блин, подумал, что вообще он, какие треки, какие треки, что, что, что можно себе в плейлист добавить. Короче, уж «Ава-Мария», «Ава-Мария». Сейчас я сфальшивил, да? Да, немножко сфальшивил. Сейчас я чувствую себя кем? Валей Карнавал. I'm sorry. Да, короче, трек «Ава-Мария», меня сейчас сойдет, румянит. Я еще что-нибудь спою, чтобы свою репутацию восстановить перед вами. Издается сейчас на лейбле «Мелодия», а еще фортепианный квинтет Александра Чайковского. Да, фортепианный квинтет, он... Да, издание, включая в себя восемь струнных квартетов и фортепианный квинтет, были записаны в Московской филармонии в сезоне. Ну, то есть, это издание Московской филармонии, насколько я понимаю. То есть, если кто-то не знает, то в классическую музыку переигрывают разные музыкальные коллективы, да, и один и тот же трек, это как каверы в каком-то смысле могут выходить, альбомы эти издаваться в разных прочтениях разных художных руководителей ансамблей, в разных интерпретациях. Кстати говоря, не знаю, в курсе это или нет, я вот сейчас говорил про волну тату в мире, и сейчас тату в Spotify, после... Они были на втором месте после Чайковского, а сейчас тату самый прослушиваемый артист из стран СНГ в Spotify, то есть первенство музыкальное, то есть музыкальное первенство мировое во всем мире, да, из стран СНГ снова занимает группы тату. Я уже не знаю, гордиться этим или нет, это просто факт. это было интересно, все-таки Чайковский много тысяч лет назад, много тысяч лет назад, но я имею в виду, что уже давным-давно, да, это все-таки другое проявление, немножко я какой-то испытывал всегда стыд, почему Чайковский, ну, почему никто из современных артистов не может занять место, я всегда рад отдать первое место классической музыке Чайковскому, но и современной хотелось бы тоже, чтобы он, кто-то был представлен в шоу-бизнесе и мировом, да, и тату это прекрасно. Что ж, продолжаем к новым, к другим новостям, давай так, сейчас так коротко, Океан Эльзы выпустили новый сингл, называется он Весна, да, но не та, которая Весна, 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 прыгнет, не этот, новый трек тоже называется Весна. Я послушал, он классный, он мне очень зашел, обещал я коротко, да, я думаю, что ты в курсе, что Арти Касти и Анна Асти, теперь это два разных проекта, оба эти проекта выпустили по дебютному треку, да, Арти Касти с новой вокалисткой, Анна Асти выпустила сольный трек и они сейчас меняются постоянно местами с первого на второе место во всех стриминговых сервисах, но это, на мой взгляд, это какой-то первый уникальный случай, когда и солистка из группы тут же выпустила трек и он стал успешным, да, не провалился первый сингл, как часто бывает, после вот начала сольной карьеры и группа после смены состава тут же выпустила трек, который недолго раскачивался там, да, а сразу занял тоже первое место и они так вот в таком каком-то, ну, это очень круто и я за них рад, молодцы, молодцы ребята, это такой кейс для меня уникальный и я не мог не остановиться, я эту музыку не слушаю, не актуально ни ни о Насти, ни Арти Касти, но обойти мимо этих событий было невозможно. Дальше расскажу о том, что я думаю, что ты в курсе о том, что клип Алена Швец, мы уже говорили сегодня на тему тату, она тоже принимала участие в господи, в трибьют альбоме, да, и как-то вот последнее время она там пела песню Обезьянка 0, и как-то вот тема Однопололюбви для нее актуальна. Насколько я понимаю, выпустила клип который называется «Две девочки», которые уже там жители Саратова пожаловались на этот клип, его запретили. Я могу сказать о том, что только жителям Саратова можно высказать свой большой респект, потому что они из неизвестной песни, которая, да, Алина Швец, Ален, прошу прощения, Алена Швец достаточно нишевый артист, ее имя я периодически слышу в медиа, но ее треки не слушал, да, и вот благодаря вот этим судебным, понятное дело, что в интернете, если что-то удалили с Ютьюба, перезалили сразу на 800 площадок других, на Фейсбук, Вконтакте, еще на какой-нибудь Рутюб и другие другие платформы, про которые, я не знаю, Яндекс, Эфир, например, и, конечно же, сразу вбиваешь клип, Алена Швец две девочки, и у тебя сразу первой ссылкой выпадает клип, который ты можешь посмотреть, и раньше я бы никогда в жизни его не посмотрел бы, а сейчас, благодаря жителям Саратовской области, которые хотели избавиться от пропаганды гомосексуальных однополых отношений, хотя, если кто-то посмотрит клип, кто-то, если кто-то посмотрит клип, для меня, честно говоря, стало, стало, там, я не буду давать спойлер, но если человек посмотрит этот клип, я, честно говоря, бы задумался, там, совсем можно другие выводы из него сделать, как раз-таки, типа, ну, там одна из девочек, ну, ладно, не буду я спойлерить, ну, короче, если ты хочешь что-то, что-то продвинуть, как я уже говорил в прошлом видео, начни это запрещать, начни говорить, осуждать это, и обязательно сразу же весь мир об этом узнает, ну, то есть, раньше об этом никто не знал, а сейчас, благодаря жителям Саратовской области, все изменилось. Я говорил, что у нас не токсичный блог, поэтому я, я в данном случае хочу, я в анонсе анонсировал, что, прочитал статью на достаточно серьезном информационном портале интермедиа, которая называется «Дима Билан отдыхает на Мальдивах с другом», и хочу сказать о том, что я эту статью прочитал, и тут есть определенного рода намеки на с кем он и что он и зачем он и как, я считаю, что каждый человек имеет право на свою частную, неприкосновенность личной жизни, когда Дима Билан захочет сам рассказать о том, с кем он отдыхает, какие у него с кем отношения, и не мое право, если человек не хотел об этом говорить, братья, это разглашать. я не буду осуждать интермедиа, но мне показалось это неприлично. Каждый, да, СМИ зарабатывают горячими фактами, да, это их профессия, я сейчас тоже все-таки говорю об этом, да, но я хотел бы сказать о том, что я уважаю желание Димы Билана сохранять свою жизнь приватной, если она ему такой хочет быть, может быть, у него мама не переживет каких-либо откровений или еще что-нибудь, и вообще, вот, например, давай так, мы сейчас говорим не в контексте Димы Билана, а вот тебя, вот ты начала встречаться или начала встречаться с девушкой или с молодым человеком, да, и ты еще не знаешь каких-то отношениях с ним, да, или с ней, ну, вот вы начали только встречаться, вы куда-то поехали в отпуск отдыхать, например, а тебя требуют так, расскажи, что у вас, вы уже женитесь, да, так, быстренько, давай вот сообщаем, мы все должны знать, да, человек сам еще не знает, в каких они отношениях, они только познакомились, в них там что-то происходит, зачем, зачем, зачем требовать от человека каких-то признаний, когда он их не готов давать, вот, каждый человек сам решит, что, что, когда ему нужно делать, вовремя и не вовремя, и, кроме всего прочего, как будто два парня не могут отдыхать вместе на одной вилле, господи, что в этом такого, обязательно, значит, что они сразу любовники, правда, ведь, по-другому же не бывает, все, наверное, по себе судят, так, я не позорюсь, это кавер на группу кино, если кто не знал, я, кстати, знаю, что многие люди даже не знали о том, что это песня группы кино, все знают ее в основном в варианте сдук-шиздук, и эта группа уже три раза, точнее, два раза участвовала, на Евровидении принесла в 2005 году 11 место, шестое, прошу прощения, а в 2011 году заняла 12 место, ну вот, от Молдавы, от Молдовы, а почему тут написано Молдавия, страна называется Молдова, вот я вот этого не понимаю тоже, страна называется Молдова, а не Молдавия, вот как Беларусь страна, а не Беларуссия, ну было, да, была Молдавская СССР, но страна называется Молдова, как Беларусская СССР была, да, но страна называется Беларусь на сегодняшний день, республика Беларусь, кстати, кто-то знал, что Испания это королевство, я сейчас сделал себе визу испанскую и к какому-то своему студу вообще, вообще по географии ноль, узнал, что королевство Испания, вот, едут на, едут на Евровидении, я честно скажу, я не, ты не поверишь, вот в тот момент, когда оборвалось видео и я сейчас продолжаю, прошел день, целый день прошел, я записывал блог свой в 2 часа ночи уже разрядилось все, разрядился телефон, разрядился штатив и я так по своей жизни сужу, что когда, когда уже разряжается все вокруг, наверное, значит, и мне самому нужно отдохнуть, ну, в общем, я подумал, да, у меня сейчас будет 3 склейки, точнее, даже 4, это будет первый выпуск, в котором будет 4 склейки, оно будет, наверное, порядка 2 часов длиться, и я все равно все дозапишу и пускай я не выложу это в срок, как я планировал сделать изначально, я все равно сделаю это так, как мне удобно и сейчас со свежей головой продолжу, продолжу наш новостной обзор. Значит, группа Сдуб-Шиздуб в третий раз едет на Евровидение, зачем им это надо, ну, понятное дело, что напомните себе и я так скажу, что тема это неоднозначная, да, даже не говоря уже о том, что там такие артисты, как Патрисия Касса, да, зачем-то ездили на Евровидение, такая группа, как, точнее, даже Александр Рыбак, несмотря на победу, ездил второй раз на Евровидение, да, и, кстати, получил там достаточно невысокий, результат. Я хотел сказать о том, что я надеюсь, что этот новостной блок не перейдет в тему разбора Евровидения. Мне кажется, это слишком, слишком типикал, когда геи рассказывают про Евровидение. Ну, и, честно скажу, что не могу назвать себя фанатом этого конкурса. Я, вот почему сейчас заговорил об этом, скорее, с точки зрения того, что я знаю группу Сдуб-Шиздуб, и знаю, и тут большое количество разных событий на сегодняшний день рядом с Евровидением происходит. А мне, как меломану, конечно, поговорить о разных событиях. В клипе, кстати говоря, Сдуб-Шиздуб едут в электричке, играют, потом туда заходит представитель органов власти, вот, и вместо того, чтобы их оштрафовать за балаган в электричке, начинают вместе с ними там играть. Это мне напомнило мой клип «Вселенная», да, «Вселенная» Сергея Юльянова, да, «Все не просто так», в котором сюжет примерно такой же. Кстати, один из самых, один из самых неоднозначных клипов в моей карьере, за который я долгое время переживал. Если бы я раньше снимал клипы, как сейчас, видосы, то я забил бы на этот результат того, что он мне показался противоречивым намного раньше. Это, кстати, такой небольшой инсайт того, что можно будет делать с неудачными кейсами, просто снимать новые, да. Группа Сдуб-Шиздуб решила поучаствовать, но она такая не одна. В этом году еще и еще и кто? Давайте-ка, давайте-ка узнаем, кто. Господи, группа Расмус, которая тоже едут на Евровидение. У них, кстати, очень стилевая обложка их син. Они не едут на Евровидение, прошу прощения, они только подготовили песню для национального отбора от какой страны. от Финляндии. Кстати, не был еще в Финляндии, хочу съездить. У меня там живет подруга, ну как подруга, приятельница. И наслышан, 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 конечно же, я и Хоси. Обложка у сингла Расмус невероятная, очень стилевая. Сам клип, он же лирик-видео, продвинутое лирик-видео, это называть лирик-видео, слишком было бы занизить особенности съемки. Это вполне себе клип вместе с текстом. Очень-очень стильный клип. Трек я бы себе не добавил в мой плейлист, но на вкус и цвет, как говорится, не обязательно. Не обязательно, чтобы это было, чтобы это нравилось мне, понятное дело, да? Тем более, что очень часто в Евровидении побеждают треки, которые я не слушаю или которые мне, я себе в плейлист не добавляю, так что в данном случае мое мнение мало, мало что значит. Но интересно было посмотреть на солиста группы Rasmus. Я, к сожалению, не знаю, как его зовут, который, я его последний раз слышал, как раз-таки, когда вышел трек In The Child, ну, в смысле, он первый и последний раз, да? Потом, по-моему, у них еще был какой-то, а, был еще сингл No Fear, Да, но клип я не видел, я не знаю, через сколько лет он вышел сразу, наверное, через несколько лет, по-моему, после In The Child и сейчас было очень интересно посмотреть на такого выросшего такого типа эмо да у него прическа такая же остался он такой в стиле эмо в стиле 2007 года так и остался имиджево выглядит это стильно но мне было интересно узнать как это будет коррелировать с его возрастом да как идет ли взрослому человеку вот этого все неформальщина не выглядит ли она какой-то инфантильный ноутбук разряжается не выглядит ли не выглядит ли она какой-то инфантильностью но мне показалось очень даже стилевой такой современным мужчины который что-то там не запаривается на тему того чтобы обязательно выглядеть надевать какие-то вот эти все как их зовут костюмы и так далее что можно продолжать выглядеть как тебе нравится в это время сейчас украина я знаю готовится к украинскому национальному отбор на евровидении уже было озвучено большое количество новых музыкант не новых а музыкантов просто ну и молодых в том числе которые от украинского отбора собираются участвовать например я помню был бой и и еще кто-то блин вот сказал уже сейчас я загуглю не знаю что в беларуси в этом году что происходит пока не слышал но вот про украину вот буквально сегодня читал роксолана лауре марте алина пашу знакомая до добро до добро то есть просто добро мало нужно до добро хорошо но там добро через до а здесь до через до хорошо до убой и сейчас он так надел много шума это новый проект юрия бардаша даже даже я не ожидал вот знакомые достаточно такие любят музыку и серии вот то чтобы вот раньше вы делали раньше музыку настоящую вот делали а сейчас нет и даже вот эти люди смотря то что у волгой очень современный sound и необычная такая подача он очень аутентичный такой парень даже вот эти мои знакомые которые вот когда-то делали вот еще полина гагарина еще ничего но вот все остальное это все конечно уже вот даже им нравится волгой и остальные к сожалению знаю шай ауа атлантик клауд я кстати говоря вот этим летом поеду на это моя мое счастье моя гордость я наконец-то это сделал себе с 13 зарплаты купил билет на на фестиваль атлас уикенд в киеве который там будет чуть ли не 10 дней или 6 дней господи я наконец-то купил себе билет на него и поеду всем этих новых артистов которых я сейчас назвал и еще не знаю буду всех их слушать там будет еще и place бы и много кто другой это не рекламная интеграция это просто мою счастье счастливое много лет хотел поехать на фестиваль атлас уикенд потому что все тренды музыкальные понятное дело большинство артистов популярных именно таких медийных да не тех которые вконтакте заняли первую строчку и пропали а которые вот остались надолго в тренде вот их всех как-то вот они в основном из украины и и и ну это приятно это приятно очень интересно и мне конечно как человек который всегда стремится узнавать о новой музыке о будущих трендах которые будут завтра всегда хочется ощутить себя в одном с ними в вайле я очень смотрю тему евровидения закрываем хочу вот хочу понять я вчера рассказал про про клип алена швец мне вот не закрытая вкладка или нет вот давайте я сейчас вместе с вами полистаю свое вчерашнее третье видео заодно послушаю сам очень интересно еще не разу доходы получить получит который никто не может гарантировать но почему-то так или иначе это все равно для организаторов берутся заключаются поддержкой ну конечно же классно классно слава мэрлоу свою свой свой трек и выступить кстати говоря я вспомнил такую ситуацию так происходит участие в фестивалях я в этом что ты мне оплачиваю давали так про алену шве значит рассказал вот закрываю вкладку потому что было очень важно конечно об этом поделиться и не забыть заодно посмотрел на себя и даже честно скажу не испытывала никакого не этого не испытывала никакого стыда уже начинаю к себе привыкать и даже ради того что понимаю что ты сейчас на меня смотришь смотришь как я сам себя оцениваю не стал тут корчится ой какой ужас как я тут что хотел сказать что арианна подготовилась ко дню святого валентина еще у меня есть любимая любимая рубрика я надеюсь что я продолжу ее господи я чувствую себя немножечко с альцгеймером я сейчас начинаю думать я это вчера успел сказать или просто себя успел придумать эту подводку и и и не произнес вот как как ведущие интересно с этим живут и короче если я сейчас буду повторяться прости меня в общем у меня есть прекрасная замечательная подборка значит заголовков я буду ее пополнять например значит риана подготовилась ко дню святого валентина вот хочется сказать я за тебя очень рад вот после такого заголовка да или там например солист градусов роман пашков показал что он может что что он может женой и сыновьями я вот думаю вот что должно произойти чтобы я нажал на этот заголовок у меня еще один из таких любимых заголовков был что-то вера брежнева поплавала с черепахами в море что такое а еще самый любимый это наталья ветлицкая пожаловалась на шум холодильника в домашней студии я думаю ну вот вот ну вот это конечно вот это конечно событие да ну ладно вернемся к ряне все-таки я почему к ней вернусь как она подготовила сходим святого валентина я не знаю знаешь ты или нет но у ряны она сейчас энтерпренер то бишь предприниматель и у нее своя марка одежды когда мне об этом я об этом не знал мне пару месяц назад об этом рассказал мой приятель который сказал не грит ты знаешь что рианна вообще-то марка фэнди это марка рианны это что реально фэнди это реально говорит я недавно смотрел показ кстати и даже мне прислал прислал ссылку на этот показ у типа урианы был невероятно крутой инновационный показ своей коллекции белья там где значит она арендовала большой огромный торговый центр в котором вот так вот стояли в модели до такой получается по кругу до на разных этажах и вот так вот залетал туда дрон и пролетал вот эти все разные этажи показывал всех моделей и на вершине значит этого торгового центра стояла риана ну и как королева балла в общем была была на вершине в общем я посмотрел действительно очень классно но но у марки одежды точнее белья рианы название не фэнди а фэнти ф-е-н-т-уай конце y так что так что тебе будет полезно знать ну тут то что тут прекрасная коллекция нижнего белья риана прекрасно выглядит это все классно от этой темы кстати хотелось бы сразу перейти к тому что кристина гилера тоже одна сексуально роковая красотка показала первую треть своего нового альбома вот и выложила такой и пишечку из шести треков если это первая треть то значит треков будет 18 всего вот он такой какой-то мрачный вот но мрачность насколько я понимаю напущенная такая потому что сверху только потому что сам клип я включил достаточно сексуальная она такая жгучая красотка не за курсе ты или нет что значит кристина гилера вообще из латинской америки и она альбом свой выпустила на испанском языке и сейчас вернулась к своим истокам и и значит как это называется ла фуэн фуэрза да сейчас давайте как мы в прошлый раз это делали с с кем с кем мы это делали с с новым релизом испанский язык нужно выставить чемусь алион да кто поет господи все я схожу с ума господи строма и все я я идеально схожу с ума в общем как мы вместе с гугл транслейтером слушали название альбома строма и и сингла альбом назывался у него мультитюд вот это я помню вот как зовут строма я не помню что альбом назывался мультитюд я помню сейчас мы послушаем как да что ж такое когда волнуешься всегда так сложно все как звучит ла фуэрза правильно ла фуэрза ла фуэрза ла фуэрза ла фуэрза ла фуэрза то есть ла прямо ла а фуэрза переводится это как сила так что такие дела ла фуэрза очень-очень по голосу конечно кристина кристина гилеру узнать очень-очень просто очень просто очень она уникальна со своим тембром и так что кто кто любит испаноязычную музыку и любит кристину пожалуйста мне больше нравится ее такие депрессовый период когда у нее было меньше мелизмов я очень не люблю в музыке мелизмы неоправданные вот это мне подсказывает скорее всего моя неуверенность в себе потому что мне мелизмы даются не так легко как кристине гилере да но но факт остается фактом мне кажется что когда есть вот очень много оно оно вот немножечко убирает драматургию из песни смысл из нее вынимает но это мое частное мнение вот поэтому говорю что люблю больше депрессовую песню кристина где меньше мелизмов где больше вот реальных чувств и там где-то тебя пробирает и вот без всей этой техники ну технику не не понятное дело не не выкинешь но я имею ввиду без на основе дополнительного вот этого антуража музыка ее звучит ничего не теряя и раз уж я тут сказал про кристину гилеру давайте пошутим немножко и я это расскажу и про кристину арбакайте что она перепела хит Алла Пугачева позови меня с собой не совсем я знаю для чего может это какой-то на каком-то новогоднем концерте судя по обложке она спела эту песню и и может быть поэтому да кристина исполнила в новогоднюю ночь на первом канале спустя три недели она представила студийную версию хита ну сама версия с собой ничего не не представляет уникального то есть аранжировка практически такая же даже даже вокалом она почему-то решила сделать практически такую же версию как в оригинале я ничего против не имею хочет пожалуйста я конечно сейчас не могу пользуясь случаем не вспомнить кавер который сделал популярный белорусскую певицу полину в прошлом полину республику да сейчас она просто полина через а сделал ее популярной и потом без абсолютно абсолютно была произошла какая-то шокирующая на мой взгляд ситуация когда менеджеры программы маска на НТВ взяли этот кавер полностью взяли всю аранжировку всю ну то есть она в отличие в данном случае от версии Кристины Арбакайте сделала совершенно уникальную уникальный кавер который полюбился многим которые многие сделали потом кавер на этот кавер да и в том числе Анатолий Цой и менеджеры программы просто взяли этот кавер совершенно не договорились я понимаю что может быть с авторами каверов договариваться не нужно тут уж дело другое ну точнее ну с точки зрения какого-то вот все-таки какой-то профессиональной этики мне кажется можно было это сделать по-моему так ничем эта история не закончилась но Полине она подарила какую-то медийность тоже неплохо так что кто не слышал кавер ну я думаю все слышали кавер позови меня с собой Полины или как минимум в исполнении Анатолия Цоя или в исполнении в исполнении он входил еще в саундтрек сериала Содержанки так артистку так артистку зовут сейчас по-моему Сабина ее зовут так Сабина Ахмедова да очень кстати люблю я эту актрису еще по сериалу клуб она мне очень там нравилась играла сплетницу и в детстве я ну в тинейджерском возрасте прям очень мне нравилась ее харизма и ну по большому счету версия Сабины Ахмедовой это тоже кавер по большому счету на версию Полины может быть еще есть таких каверов много наверняка есть я про них не знаю ну все они достойные и интересные сейчас хочется сказать немножко про артиста Шарлот раз уж я тут перешел на российский шоу-бизнес нет наверное сейчас сначала расскажу про то что продюсер группы рефлекс он же муж Ирины Неллисон Вячеслав Тюрин соответственно муж солистки группы мы кстати говорили про отношения да продюсера артиста в прошлом видео и кстати говоря сейчас вышел фильм я видел голос любви трейлер про Селин Дион в котором там тоже я честно говоря ничего о жизни Селин Дион не знаю кроме да треков My Heart Will Go On Я знаю еще у нее есть кавер на трек Nature Boy he was a boy and we're a strange ancient boy да и еще есть песня конечно I'm alive все ее знают да и вот в трейлере я узнаю о том что оказывается она тоже встречалась со своим продюсером пожилым мужчиной и один трейлер у меня от него накатывали слезы так хочется посмотреть очень этот фильм и все-таки отношения продюсер артист это какая-то нормальная нормальная история тут уже главное чтобы все для друг для друга артисты и продюсер были бы как говорится в любви и в гармонии друг с другом так вот продюсер группы рефлекс подал в суд на баскетбольный клуб м м в ролике которого прозвучала песня кайвер на песню нон-стоп я уж не знаю сумма иска составляет 1 миллион 6 anny миллион миллиона шестьдесят миллион рублей один миллион 60 тысяч рублей. Почему он это сделал? Я не совсем понимаю, почему они без суда не смогли обойтись как-то, не знаю, или почему просто монетизацию с видео бы не снять, да и все, как это происходит обычно в ютубе, что толкает именно продюсеров подавать в суд на использование треков в кавере. Кавера в видео я не совсем понимаю. К сожалению, никакой информации дать на этот счет не могу. Может быть, может быть, что-то станет потом понятнее. И тут же хочется сказать, что перейти к певцу Charlotte, у которого очень сложились сложные отношения с лейблом Sony Music Entertainment Russia. Кто такой Шарлот? Это губа на губе, щека на щеке. У него еще был дуэт с Моргеном. Вообще классный, аутентичный. Я, конечно, вижу немножечко отражение какой-то души. Вот в нем себя, несмотря на то, что я его не слушаю, но я ему очень симпатизирую. Вот у него вся вот эта его аутентичность. Он ее не боится, в отличие от меня. Я все время скрываюсь за какими-то масками, за какой-то социальной. Сны разрисованы яркими красками. Я снова спрячусь за разными масками, разными масками. Да, это вот цитаты из песни, которую я исполняю. Это «Любовь моя» называется. И вот я все время скрываюсь за какими-то масками, а вот он такой, какой он есть, и при этом его любят, его оберегают. И я, конечно, мое уважение артисту Шарлотт. В общем, что произошло? Я не очень, честно говоря, в курсе про их скандал. Я почитал о нем с лейблом, что-то у них были друг к другу какие-то требования. И сказать, кто из них прав, кто нет, я, к сожалению, не возьмусь. Шарлотт говорил, что ему нужна квартира. Не знаю, были ли у них в контракте такие отношения или нет. Должен был ему этот лейбл это дать или нет. У меня у самого были достаточно травматичные отношения с лейблом, поэтому я не буду наши истории сравнивать. Насколько я понимаю, Sony Music делали какие-то эфиры, по крайней мере, делали какую-то промо. Может быть, оно было недостаточной степени большим, как хотелось бы того Шарлотту. Ну, мне мой лейбл вообще ничего не делал, поэтому, кроме одного попадания на фестиваль ColorFest. Вот. Я не знаю, почему так происходит, ведь потом, после фестиваля, к тебе приходит аудитория и начинает тебя слушать. Лейбл начинает получать больше авто. Ну, то есть, у нас же лейбл же получает процент от ротации композиции. Соответственно, трек начинает слушать больше, а лейбл получает больше. Почему это нужно всегда с какими-то прям выбивать клиньями, как это приходится делать в данном случае Шарлотт? Я не знаю. Может быть, что там... Может быть... Я не буду брать, конечно, поддерживать артиста, не зная ситуации. Тоже неправильно. Нужно разобраться наверняка. И если... Ну, в общем, факт остается фактом. Сейчас Шарлотт выпустил трек, свой новый альбом, который называется «Кристианам дали камеры» без лейбла. Вот. И я уже не знаю, тут это пиар-компания, не пиар-компания, но, в общем, он сейчас находится в каком-то достаточно серьезном депрессивном состоянии. И... Написал у себя в инстаграме «Rip» в сторис. Типа «Rip» Шарлотт 1998-2022. То есть ему, соответственно, сейчас 24 года. Ну, то есть, такое вот прям... Мол... Все, я прощаюсь с жизнью. Вот. Потом написал, что... В одной из публикаций написал, что употребил много наркотиков с алкоголем и надеется на помощь. В другой, что родители несколько месяцев назад выгнали его из дома. И теперь Шарлотт живет где и как попало. В общем... В общем, конечно, меня это очень сильно. Я вот читаю, у меня наворачиваются слезы. Потому что я, конечно, вижу в нем... Вижу в нем... Что-то от себя, от своей души, от своей трагедии какой-то личной. Я надеюсь, что он разберется. Даже если это какая-то публичная истерика, то... Ну, я не знаю. Тебе, как, наверное, как зрителю, все-таки мне хотелось бы тебе дать пояснить, что если человек решается на какие-то публичные сильные заявления, даже если это условно можно определить как пиар, то наверняка что-то под этими событиями происходит, что... Ну, что-то какие-то большие сильные потрясения его на это все-таки вынудили, да? Ну, то есть не то, что вынудили, он себя заставил, а скорее просто события произошли так, что ему сейчас уже все равно, что о нем подумают. Поэтому я думаю, что он, если кто-то хочет какую-то поддержку ему оказать, и не безразличен, я уверен, что это не только какой-то самый пиар, даже пусть если неосознанно. Так, теперь перейдем немножко к другой истории. Лиза Монеточка, видите, сколько событий, сколько событий вообще за эту неделю произошло, да? Год разгоняется нереально. Лиза Монеточка обвинила телеграм-канал Мэш в разглашении своего адреса. Не знаю, зачем она это, зачем канал Мэш это сделал, вот, но Монеточка написала очень классный пост, вот, она всегда супер, ее слог мне, конечно, очень актуален, и вот, что она написала. «Мне нечем тебе угрожать, ты знаешь, что я слаба в разборках». Это она говорит по отношению к изданию. «Я слаба в разборках, драках и особенно в судебных процессах». Вместо того, чтобы учиться и защищаться, и скрываться, я училась жить так, чтобы люди не хотели меня преследовать и уничтожать. До последнего времени, кстати, это работало. Именно поэтому тебе было бы, было так легко найти мой дом и так легко попасть сюда. Я горжусь тем, что практически ни разу в жизни мне отказывало людям фотографии, что являюсь одним из тех людей, которые на интервью у Дудя прямо и открыто ответили на вопрос о стоимости жилья и заработках. И как бы после бессовестных выходов журналистов мне не хотелось оградиться от мира и от моей аудитории, я останусь открытой тебе на зло и таким, как ты. Буду самой доброй, очень счастливой и на зло всем мразям в интернете. Вот мне сразу захотелось улыбаться. Я тоже буду самым счастливым, на зло всем мразям в интернете. Пока мне никто ничего плохого не сказал, надеюсь, что и не будет таких людей. Я всегда поэтому в начале моего видео говорю о том, что я рад тем, кто пришел сюда с чистым сердцем, вот тем добро пожаловать. Так, желаем Монеточке удачи, она замечательная. К сожалению, давно не слышала ничего от нее нового, но она имеет на это право. Так что пускай делает столько, сколько времени ей понадобится, а я послушаю за это время кого-нибудь другого или вернусь к ней попозже. Вот еще какая интересная история. Можно тут похайпиться, рассказать о том, что Оксимирон обзавелся страницы в ТикТок. Но я честно скажу, я вообще не слежу за Оксимироном. И да, конечно, я смотрел там его батлы разные и все такое. Но правда, ну вот могу сказать только то, что да, завел паблик в ТикТоке и то, что аккаунт точнее. И то, что посмотрел я это видео, он мне показался в нем такой достаточно человечным. Он порадовался тому, что как классно бьет его рекорды альбомы, несмотря на то, что он абсолютно сейчас не в тренде сделан, не длинные песни. Мне там эту музыку сложно слушать, когда ты готовишь там условно еду, она не фоновая, то есть она такая акцентная. И поэтому ему очень приятно, что этот альбом получил таких результатов, типа он такого не ожидал. Ну то есть ожидал результатов, но не настолько сильных. Поэтому я до этого всегда его видел в каком-то другом, да, то есть в каких-то обстоятельствах, будь то рэп-баттл, будь то ургант, да, когда он все время такой немножечко артист. А тут он как будто мне показался совершенно обычным таким человеком. И это, конечно, умилее у меня. Что ж, что же еще сказать? Вообще про какие интересные, вообще можно рассказать про какие интересные события. Давай так. Такой коротенький, коротенький обзор. Олья Александр с группой Years'n'Years. Это которая... Все-то я вот... Что-то фальшиве, да? У них вообще много треков классных, честно скажу. Я был на концерте Years'n'Years на фестивале Positivus Fest в Латвии в городе Салацгрива или деревне Салацгрива. Я не знаю. В общем, этот фестиваль проходил в лесу рядом с Балтийским морем. Я впервые был у них на концерте. Я не могу сказать, что я был на фестивале ради группы Years'n'Years. Там было много разных артистов. Были продиджи еще с Кейтом Флинтом, представляешь? Который через год погиб, и я увидел, увидел. А, я увидел Кейта Флинта. Круто. И с соболезнованием, что он погиб. И увидел там группу Years'n'Years. И что меня шокировало абсолютно. Я не знал, что это гей-группа. Я не знал, что они открытые геи. То есть, я правда ничего об этом не знал. Я знал только то, что... У них есть классные песни, которые мне нравятся. И... Это какого было для меня удивления, когда человек, который приехал из Беларуси, когда я приехал в Латвию, когда вот только что были Years'n'Years, у них такое достаточно эпатажное шоу, такое с элементами доминирования, там, с какими-то поводками, там вот это вот все с какими-то откровенными объятиями на сцене друг друга, они там обнимали. И... Ровненько после... Тут стоят, вот рядом со мной стоят парни, которые держатся за руки, и обнимаются, и поют эти песни. И ровно тут же следующий коллектив, это Prodigy, и после этого коллектива в этом же танцполе получается, да, происходит слэм, происходит эта стенка на стенку, происходит вот этот классный движ. И ты понимаешь, что вот это все, вот эта культура, вот эта типа пацанская, там, где вот этот слэм, движ, вот эта вот стенка на стенку, абсолютно уживаются в адекватной, толерантной стране вместе с мальчиками, которые только что друг друга обнимали, и никто не кричал фу, никто не кидался помидорами, никто никого не бьет, и всем, по большому счету, это классно все получают удовольствие от жизни. Как же это классно! И вот ты, насколько понял, что сейчас Оля Александр разошелся с сегодняшним чуваком, с которым они вместе были вместе в этой группе, но название с ним осталось, и теперь он типа столь на проект Years and Years. Альбом называется Night Call, в нем есть дуэт с Элтоном Джоном, есть коллаборация с Кайлем Минолк, со шведским дуэтом Галантис и британским диджем Джекс... Джекс Джонс. Джек и Джоус, а Джекс Джонс. В общем... Альбом еще не слушал. Вчера вечером включал несколько композиций из этого альбома. Послушаю больше, подробнее, и, может быть, тогда я запишу какой-нибудь обзор, но ты знаешь, что я не сильно, чтобы там, да, фанат обзоров. Что еще хотел сказать? Что еще произошло интересного? Менеджер Линкен Парк, Джефф Блу, рассказал о группе в своей книге. Скоро уже биография группы, история группы рассказана от человека, который их первым заметил и раскрыл. тут не сказано, когда это выйдет книга, но вот уже анонсируется, значит, скоро будет. Есть и обложка, да, группа... Книга представляет собой драматическую историю сотрудничества группы и менеджера звукозаписывающей компании, в итоге выпустили один из самых продаваемых дебютных альбомов в новом тысячелетии. альбом Hybrid Theory. Hybrid Theory. Как мы говорили, гибрид теории. Просто. Ну, это все вот эти... Все наши любимые, да? I try so hard and get so far. Что там еще, да? Там. Да? Вот эти все треки. Points of authority. Crawling, crawling in my skin Words I feel not in you Ох, обожал эту песню и сейчас вот прям хочется включить, переслушать. Так что поклонники группы или те, кто хочет как-то узнать о том, я бы с удовольствием посмотрел. Может быть, книгу-нибудь не стал читать, посмотрел бы фильм про группу Линкен Парк, как их заметили, потому что это одна из тех групп, которая изменила мир музыки. Она настолько уникальна, аутентична, что невозможно. От группы Линкен Парк мы сделали такой необычный переход про новый поворот, неожиданный поворот в деле об убийстве Игоря Талькова. Неожиданно, потому что, да. Ну, в общем, понятно, почему он неожиданный. Потому что где Линкен Парк, где Игорь Тальков, это абсолютно две параллельных вселенных никаким образом, не пересекающихся. Но солисты, что одной группы, что Игорь Тальков погибли драматическим образом. Если кто не знает, что произошло с Игорем Тальком. Игорь Тальков вообще в 90-х и 80-х, в конце 80-х, ну, был просто топ of the pop, и наши родители, в общем, на кухне, там, горевали под его песни. И я тоже помню, там, тоже помню какие-то композиции, что-то мне нравилось. Так вот, история его смерти, это одно из самых парадоксальных событий, и вот, и глупых. Самое интересное, что глупых. Так как же, где глупая, дурацкая смерть, что-то прям вот реально обидно просто, вот реально обидно за человека. Хотя, я не знаю, бывают ли вот такие вот, в принципе, смерти не обидными. Наверное, любая смерть, какая бы она ни была, она всегда будет обидной. Да, что вот, вот Цоя, бедняга, там, заснул за этим рулем, уставший, что, 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 Честер, блин, не выдержал кучу стресса. Это все очень обидно, конечно. И вот, что произошло с Игорем Тольком? В общем, была такая певица, Азиза, она и есть. И мне мама, кстати, говорила в детстве, что я всегда подпевал под ее песни, что я прям, она у меня, вот, когда я был совсем еще, типа, из серии, там, one year old, да, я прям был фанат, Азизы, и, короче, вот, это, это женщина, значит, ну, не она сама, конечно, в общем, был какой-то сборный концерт в 91-м году, ну, типа, там, условно, песня года, давай так, пускай, чтобы тебе было понятнее, был сборный концерт, и, в общем, певица Азиза плохо себя чувствовала, ну, или, по крайней мере, говорит так, что она себя плохо чувствовала, может быть, она, кстати, даже была беременна, я сейчас не буду врать точно, может быть, была беременна, я не помню этого наверняка, и участвовала в этом концерте, и, в общем, должна была, и попросилась выйти раньше, чем, в общем, в очереди, и она устала ждать своей очереди, в общем, хотела выйти перед Игорем Тальковым, ну, чтобы он вышел позже, и, в общем, она попросила своего концертного директора, прийти к Игорю Талькову, в его там гримерку, и договориться о том, чтобы она вышла перед ним, а это были бандитские 90-е, и у всех тогда были ганы с собой, да, в кобуре, и, в общем, насколько я понял, концертный директор Азизы, я вот сейчас рассказываю с улыбкой, ничего, конечно, смешного в этом нет, но просто он действительно дебилизм, в общем, началась перестрелка, они поругались с этим концертным директором Игоря Талькова, началась перестрелка, в ходе которой, в общем, между этими двумя людьми, погиб Игорь Тальков, кто-то случайно там, то ли срикошетил, а то ли попала, в общем, пуля в Игоре Талькову, и он умер, в общем, артистка вот хотела выйти, пораньше перед ним попросилась выйти в очереди, значит, я только спросить, как в поликлинике, и вот представляете, вот когда заходит человек, я только спросить, начинается перестрелка в коридоре, хотя мне иногда кажется, что если бы люди носили оружие у нас, да, деньги на оружие были бы, а на платную медицину нет, ну, в общем, мне иногда кажется, что если у нас тоже кто-то зайдет, я только спросить, начнется перестрелка, вот там началась перестрелка, и Игорь Тальков погиб, и 30 лет, в общем, проходили какие-то разные расследования, я не знаю, почему это так долго происходило, в общем, сейчас назван, таких был убийца Игоря, и это его собственный охранник, он же директор, насколько я понял, сейчас могу соврать что-то, в общем, охранник точно, который, и вроде как он, типа, сделал это даже не случайно в ходе потасовки, а эта потасовка была, как бы, поводом, вот такая вот история, вот, короче, берегите себя и своих близких, как говорится, интересно, что еще интересного хочется рассказать напоследок, уже буду завершаться, хочется сказать про канал Муз ТВ, который сейчас не жалеет никаких сил, и благодаря вот хайпу, который периодически вокруг этого канала появляется, свой бренд продвигает, да, я вот задавался вопросом, получается ли у них зарабатывать, вот они не теряют времени зря и делают огромное количество нового контента уникального, да, сами как своя платформа для себя сделали такие проекты, как, например, «Звезда под прикрытием», где разные артисты имеют возможность поработать, насколько я понял, меняют профессию, такое реалити-шоу, значит, они загримируются до неузнаваемости, на день отправятся работать в автосервис, столовую, швейный цех, цветочный магазин или другое непривычное место, где все локации, персонал реальный. Ну, тут участвуют «Зиверт», «Нелета», «Глюкоза», вот такой вот проект, например, еще проект у них, они сейчас снимают, так, 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 как же он называется сейчас, чтобы не... Потом выходит проект с Идой Галич, там, где она вместе с артистами смотрит их старые интервью, ну, так, гениальная же идея, я с удовольствием, когда там просто будут артисты, которые, мне интересно, сейчас там повыходили выпуски, я просто за этими артистами не слежу, но мне было бы очень интересно посмотреть с кем-нибудь, какой-нибудь там со своим любимым артистом интервью какое-то, да, где артисты сами смотрят на себя и комментируют то, что они там говорили раньше, несколько лет назад. Это всегда очень интересно и мне кажется, гениальная идея, молодцы, вот, для своей аудитории классно. Потом, битва, еще третий вот проект, про который я прочитал за последнее время, называется Битва поколений, это там, где будет, ну, что-то типа музыкалити, да, на канале Басты, на канале Газгольдер, такая же история про то, что приходит один артист якобы прошлого музыкального поколения и какой-то трендовый артист, и они там соревнуются, исполняют по одной там условной композиции, лирической, танцевальной, и там есть какой-то жюри, которая, которая принимает решение. В общем, к чему я это все веду? К тому, что, как и говорилось, что если у тебя есть возможность привлекать к себе внимание и чем мы с ЦВ замечательно пользуемся, создавая новые проекты, все в твоих руках и все новые тренды, все новые тенденции и все, вся новая аудитория, вне зависимости от того, какой сейчас имидж у твоего бренда, он немножко подустарел или нет, всегда есть возможность вырваться, всегда есть возможность заявить о себе, и благодаря вот такой хайповой теме, как премия Муз-ТВ 2021, сейчас канал начинает под собой целую новую волну популярности, и это для тебя, мне кажется, может быть тоже важным инсайтом, и я рад с тобой этим всем поделиться. Ну что ж, я буду завершать этот наш многострадальный новостной выпуск, если ты досмотрел его до конца, напиши об этом, напиши в комментариях, я переведу тебе денег. Шутка. В общем, лайк, подписка, все дела, обнимаю, будем встречаться почаще, каждую неделю куча событий, я очень рад, что я благодаря этому блогу сам имею возможность не терять не терять линию тренда сегодняшних актуальных событий. Всех обнял, всем спасибо, до свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok